Изъем рекординг. Окей, все, запись пошла. Хорошо. Значит, вот это название курса. Значит, под этим первой строчкой, но она есть также и в канвасе, это линк на лекции. И это на лекции прошлого года, они в YouTube записаны, и они как бы общего доступа. Вот. Теперь следующее, это линк, это на моей странице домашней, опять же, этот же линк есть в канвасе, это лекции. Лекции имеют смысл каждый раз пользоваться как бы новой версией. Я перед началом каждой лекции, когда к ней готовлюсь, я что-то немножечко добавляю или переписываю, и после лекции, после ваших вопросов, я тоже что-то добавляю и переписываю. Поэтому не имеет смысла там все эти 100 страниц себе скачивать сейчас. Теперь у нас появился еще один персонаж, Екатерина. Екатерина, я хочу, чтобы вы включили видео, если это возможно, и в двух словах сказали нам, с какой вы специальности и магистрант или докторант, аспирант. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на PHD во втором курсе, и, соответственно, я с фотоники. Но научный руководитель у меня Анатолий Дымарский. Ага, понятно, вы с фотоники. То есть вы нормально, а в первой степени у вас была физика и магистратура? Да, я ССПГУ, физический факультет, и вот я закончила бакалавриат, магистратуру, теоретическая физика. А, чудненько, понятно. То есть вам будет легче всего с физикой, а теорию информации никакой вы не учили, и биологию тоже не учили, да? Нет, нет. Хорошо, понятно. Теперь, Полина, там рядом с вами кто-то еще, это тоже из наших слушателей? Да, мы вдвоем просто взяли вашу курс. Да, пускай, поверните на него на минуточку. Скажите это сам, пусть он представится и тоже скажет про себя, откуда он, чтобы я знал это самое. Да, здравствуйте, меня зовут Анатолий, я аспирант второго курса, значит, Сколковского института, да, у меня... Магистратура или аспирантура? Аспирантура. Вот, значит, бакалавриат и магистратуру я закончил в МГУ, в факультет наук и материала. Понятно, а, то есть вы тоже материаловед, как и Полина, понятно, все, я вас вижу, так, ну все, значит, все, раз, то есть пока что я всех вроде опросил, да? Хорошо, поехали тогда, значит, итак, я вам буду рассказывать такой курс, который, на самом деле, он как бы довольно странный, и я его пока читал только в нескольких местах, но Сколково раз у себя в Вайтсмане, в Гарварде кусочек, и все остальные как бы из-за эпидемии сорвались, поэтому он находится в процессе как бы создания, поэтому я очень еще в этом смысле рассчитываю на вас. Значит, вообще этот курс про очень общую вещь, про то, что мы можем сказать про что-то, про что мы знаем очень мало, вот. То есть это в каком-то смысле можно сказать, что совершенно общая задача науки, мы никогда не знаем всего, мы все время имеем дело с системами, про которые наше знание только частично. А, однако же, люди, которые учат, особенно физику, но и многие другие вещи, химию тоже, и даже, как ни странно, биологию, очень часто не понимают, что на самом деле мы имеем дело с системами, про которые наше знание очень-очень частичное. Я думаю, что это все как бы заблуждение глубокое возникает еще в школе, когда нам показывают законы Ньютона, и говорят, вот частица или там, вот тело там, шарик, да, вот на него действует сила, вот он катится. Вроде все как бы определено, вот уравнение Ньютона, можно его решить, получить, значит, как движется этот самый шарик, можно посмотреть на планеты, вот так движутся планеты на самом деле, все понятно. И нужно на минутку остановиться, как бы отойти от этого дела на несколько шагов, чтобы понять, как все это дело на самом деле удивительно и чудесно, что можно вообще взять планеты, например, нашей Солнечной системы, и каким-то образом описать их движение. Представляете, любую планету, это ужасно сложная система. Мы говорим, о да, но мы же описываем не всю планету, то мы берем, например, ее положение центра масс Земли, Луны, Солнца, Плутона и описываем движение этих планет, как будто бы они точки. Ну, тут мы начинаем понимать, что если бы, например, эти планеты или вообще эти тела были бы близко друг к другу, то и описывать их как точки невозможно. Они начинают действовать друг на друга, так сказать, очень сложным образом, они начинают двигаться, вращаться. Мы говорим, да, но когда они очень далеко, мы можем рассматривать каждую из них как точку и описывать только их как движение точек. Выясняется, что даже такая задача больше, чем трех тел, прямо не решается, но, по крайней мере, это описание замкнуто. Для того, чтобы описать движение центра планет, ничего не нужно знать, кроме движения, кроме координат и скоростей самих центров планет. Представим себе, что мы хотим сделать хотя бы на один шаг дальше и описать не только движение центра Земли, но, например, еще вращение Земли. Например, нас интересует не только, как часто оно обращается вокруг Солнца, а как часто оно при этом еще крутится вокруг своей оси. То есть вот простой вопрос. Сколько дней в году? Вот я теоретик хочу вычислить, сколько дней в году. Для этого мне нужно знать отношение частоты вращения вокруг своей оси к частоте вращения вокруг Солнца. Казалось бы, что мне для этого нужно знать? Значит, мне кроме координаты центра нужно что-то знать еще всю планету. Оказывается, что эта задача невероятно сложная. Я сам на нее писал научные статьи в свое время. Потому что частота вращения Земли вокруг своей оси определяется такими сложными вещами, как приливами в океанах. То есть для этого нужно знать, на самом деле, что есть Луна. И Луна, например, движется и двигает океаны, и они тормозят вращение Земли. И когда-то было 400 дней в году, а сейчас 365 дней в году. А через 100 миллионов лет будет 300 дней в году. То есть надо понимать каждый раз, что когда существует замкнутое описание, это каждый раз чудо. И надо ясно понимать, какой ценой оно достигнуто, чем мы пренебрегли и когда это возможно. То есть также оптика, электромагнетизм, все эти дисциплины, которые производят впечатление, что они имеют дело с системами, в которых имеется замкнутое описание, они всегда включают в себя огромное количество условий, при котором это работает. Намного более общая ситуация, то, что мы будем рассматривать в этом курсе. Мы сразу скажем себе, что наше знание очень-очень ограничено. Мы знаем очень-очень мало. Что мы можем сказать? И оказывается, что в этом смысле, я к вам обращаюсь именно как к исследователям. Вот завтра вы пойдете во все свои, так сказать, кто куда, кто в биологию, кто в материаловедение, кто изучать стоп-маркет, кто изучать еще что-нибудь другое и попытаетесь описывать эти системы. Значит, эти описания возможны на нескольких уровнях. И самый простой уровень этого описания такого – это чистая феноменология. Когда мы говорим, мы не знаем, что там внутри, и вообще по каким законам оно там внутри существует. Мы знаем какие-то только очень-очень общие правила, которые мы потом назовем симметрией. И мы хотим описать феномены. То есть то, что мы наблюдаем снаружи, то немногое, что мы можем наблюдать и измерить, не особенно интересуясь, что там внутри. Этот подход называется термодинамика. И этот подход феноменологический, его можно строить для любой системы. Можно строить термодинамику клетки, можно строить термодинамику биржевой торговли, стоп-маркета, можно строить термодинамику информационных систем. Это феноменологическое описание. Я вам сегодня, я надеюсь, расскажу его, как говорят, на одной ноге. Это такое выражение библейское, одного из известного раввина 2000 лет назад спросили, не можешь ли ты нам рассказать все, что у вас в Библии написано, пока ты на одной ноге стоишь. И он сказал, да, могу. И он сказал, ну, не делай другому, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И отсюда пошло выражение на одной ноге. Хотя я и сижу, я, значит, постараюсь, стоя на одной ноге, вам сегодня рассказать термодинамику и, может быть, кусок статистической физики. Статистическая физика – это следующий уровень описания. Когда вы говорите, да, я знаю, из чего состоит моя система. Я знаю законы, по которым ее отдельные части взаимодействуют друг с другом. Я знаю, например, что в клетке, например, с ДНК считывается информация, идет транскрипция, я знаю, как устроены белки, я знаю, как они взаимодействуют. Я знаю, например, как в физической системе мои атомы, скажем, или фотоны взаимодействуют друг с другом. Но их так много, что я не могу описать каждое из этих взаимодействий. Поэтому я попробую все равно описывать их коллективные свойства. Но теперь уже я буду исходить из того, что мне известны законы взаимодействия и поведения системы. И я буду описывать не только макроскопическое поведение системы, но еще и различные флуктуации, которые в ней возникают. Я буду описывать вероятности. Поэтому это называется статистическая физика. Термодинамика, как правило, имеет дело только со средними значениями. Статистическая физика описывает эти средние значения. То есть она должна подтверждать термодинамику. И она вдобавок еще дает нам новое. Она описывает статистику. То есть вероятности различных флуктуаций. Вот это, грубо говоря, есть два подхода. И потом, когда мы с ними довольно, я надеюсь, быстро закончим, я все это дело расскажу как теорию информации. И мы поймем, что на самом деле это абсолютно общий подход, который сейчас применяется от Artificial Intelligence до черных дыр и до биологии. Это просто надо уметь переводить с языка на язык. Значит, это вот более-менее структура. И вот план курса. Значит, после того, как я вам на одной ноге расскажу все это дело, я вам постараюсь объяснить, откуда берется... Все тексты будут на английском. Меня попросили в Сколтехе, чтобы это самое... То есть еще, кстати говоря, может быть появится кто-то из слушателей, кто-то придется перейти на английский. Но чтобы вы знали, по крайней мере, как терминология устроена, все будет написано по-английски, а говорить я буду по-русски. Если вы хотите, я могу говорить по-английски, ну, наверное, так удобнее. Значит, потом я расскажу, как возникает необратимость в системах, потому что принципиальный момент описания в условиях частичного знания это необратимость по времени. Причем это необратимость по времени, как мы поймем, как вперед, так и назад. Это означает, что чем позже вперед или чем дальше назад мы хотим предсказать или описать нашу систему, тем хуже у нас это получается, потому что наше знание частично. Вот про это будет следующая часть. Потом это еще будет как бы продолжение термодинамики и статфизики. Потом мы перейдем к теории информации. Будет какой-то кусок, который для кого-то, может быть, будет как бы известным, кто учил теорию информации. Я дам все элементарные эти самые определения и объясню, как мы определяем информацию, а потом мы приступим к приложениям. И вот эти приложения, значит, у нас вот будут это самое flies and spies, это будут всякие, как муха видит мир, например, и как шпионы подслушивают разговоры в комнатах. То есть это реально будет о том, как информация получается, обрабатывается, и каким образом она кодируется и раскодируется. И в частности, опять же, в этом месте я очень буду рассчитывать на обратную связь от вас, потому что примеров у меня очень много. И я из них буду выбирать только часть. Если вам будет, например, интересно, я вам расскажу про стратегии торговли на бирже, например, потому что эта задача очень похожа на то, как, например, бактерии строят свою, как бактерия строит свою стратегию выживания. Но я могу рассказать это дело про бактерию, а могу ровно эти же формулы и этот же алгоритм рассказать вам про стокмаркет. Так что вы мне скажете это самое. И следующая часть опять. Это я не знаю, так сказать, дойдем мы до этого. Пока что я не знаю, кто тут из вас интересуется квантовым компьютером и всеми квантовыми штучками. Если окажется, что это никому неинтересно, мы можем это дело пропустить и вместо этого добавить больше биологии. То есть к этому моменту уже у нас начнется очень, я надеюсь, активное взаимодействие. Мы с вами будем решать, куда этот курс пойдет. В лекциях, в lecture notes, то есть в моем учебнике написано все. И в лекциях, которые были год назад, там как бы выбраны части, которые, может быть, в этом году мы выберем другие части. И если будет время, в конце я вам постараюсь рассказать, как забывать информацию. Это на самом деле невероятно интересное занятие. То есть представьте себе, что у вас есть какая-то информация, но она излишняя. Вот, например, вы сейчас смотрите на меня и ваш глаз получает примерно 10 четвертый, 10 пятый бит в секунду. А ваш мозг получает примерно 40 битов в секунду. То есть вот это вот огромное сжатие и огромное, так сказать, выбрасывание огромного количества информации, вот, это тоже невероятно интересный процесс. И физики придумали некий инструмент, который называется ремонтационная группа, который сейчас применяется очень много. Например, самодвижущая, вот, self-driving car, например, в ней внутри стоит алгоритм, который основан на, который разработан на основе этого. Это довольно техническая, физическая вещь, но концептуально, и я понимаю, поскольку среди нас есть биологи и материалы, может быть, мы не пойдем в детали, но я думаю, что это, по крайней мере, вам было бы интересно знать, что вот информацию получать, обрабатывать очень интересно, но забывать тоже очень интересно. Это важный процесс, и это будет в конце. Ну, а дальше это вот уж, как бы совсем на любителя, астокастическая термодинамика, это сейчас такая очень бурно развивающаяся область, когда мы пытаемся все это применить к очень маленьким системам, потому что вся эта классическая наука, она возникла в применении к большим системам, да, а теперь мы пытаемся это применить к маленьким системам, но про которые все равно мы не очень хорошо знаем, что внутри, но зато они очень сильно флуктуируют. Вот эти очень сильные флуктуации, это невероятно интересная вещь, начиная от наночастиц и кончая биологическими объектами, и вирусами, и бактериями, и клетками. Вот, если мы дойдем до этого, то я вам, по крайней мере, как введение в то, что происходит сейчас в мире. Окей, значит, это более или менее был трейлер, и теперь мы перейдем к фильму, и единственное, что мы должны сейчас обсудить, это как мы будем делать перерывы. Значит, мы можем сделать два перерыва после часа, типа после 50 минут, два по 10, или там по 15, или сделать один большой перерыв в середине, через полтора часа. Вот, мы можем сейчас решить, а мы можем обсудить этот вопрос через час, по ощущению. Как у вас? Или у вас есть какие-то к этому, как бы, заранее привычки? Ну, мне лично и так, и так удобно. И так, и так. Ну, да, давайте через минут 50-55 вернемся к этому вопросу, сделаем опрос. Если в этот момент вы еще живы, то мы продолжим. Если нет, мы сделаем перерыв, пойдем кофе пить. Окей? Поехали. Значит, термодинамика. Термодинамика на самом деле начинается с симметрии. Значит, еще одна вещь, которую я хочу... Вы практически все как-то учили термодинамику. А то, что я вам сейчас буду говорить, очень не похоже на то, как вы ее учили. И это есть результат такой очень, как говорят, дистилляции. То есть я вам сейчас расскажу, как на термодинамику смотрит человек, который сам делал эту термодинамику в нескольких новых ситуациях. То есть для меня это как бы инструмент. Поэтому я в нем, в этой самой термодинамике, вижу, стараюсь видеть главные вещи. И поэтому сейчас я вам хочу рассказать вещи, именно фокусируясь на главном. Потому что термодинамику, которую вы будете строить для ваших систем, будет не очень похожа на термодинамику, которую строил Садик Арно в конце 18 века. Но она принципиально будет такая же. И вот принципиальный шаг – это симметрия. Что такое симметрия? Симметрия – это свойство поведения системы при некоторых преобразованиях. Значит, и это на самом деле то, на чем основана термодинамика. Почти всегда мы строим ее, спрашивая себя, что… Мы же не знаем внутри чего там в нашей системе, всякие детальки, но мы знаем природу нашей системы. Например, система может быть симметрична по отношению к перемещению в пространстве. Мы говорим, что вот эта файберная оптическая система такая же самая в этой части файбера, как вот в этой части файбера. Вообще-то не очевидно. Этот файбер где-то там делали на заводе, может быть, у нее одна часть отличается от другой. Более того, может быть, на самом деле, вот это место лаборатории отличается от другого места лаборатории, потому что на самом деле есть помехи, которые там приходят от кого-то из другого места. То есть это каждый раз на самом деле нужно выяснять. Но вот симметрия может быть трансляционная инвариантность в пространстве. Это одна симметрия. И ей соответствует закон сохранения. Не всякая симметрия соответствует закон сохранения, но многим соответствует. Вот симметрия по отношению к перемещению пространства соответствует закон сохранения импульса. Я это не объясняю. Это в принципе в механике учат. Я просто это называю. Есть другая симметрия по отношению к трансляции во время. Мы можем сказать, законы, которые управляют нашей системой, завтра такие же, как вчера. Вообще говоря, это не так. Наша вселенная расширяется, я не знаю, на стоп-маркете на самом деле. Завтра, так сказать, произойдет биржевый крафт. Состояние системы завтра может быть другое, чем вчера. Но законы, которые им управляют, те же. Вот это очень важно. Мы говорим про симметрии фундаментальных законов. Симметрия по отношению к сдвигам по времени соответствует закону сохранения энергии. И, как правило, термодинамика начинается с того, что мы стараемся сказать себе, так что же в этой системе на самом деле сохраняется. И вот традиционно, поскольку изучение все это дело началось с тепловых машин в 19 веке, то сохраняющаяся величина – это энергия. Это может быть не энергия, это может быть, например, деньги, количество денег. Но, правда, с другой стороны, мы смотрим, скажем, и видим, что количество денег, скажем, в обращении нашей планеты, оно не сохраняется. Оно, вообще говоря, растет. Иногда резко падает, потом опять снова растет. То есть надо быть очень осторожным и аккуратным, когда вы применяете этот закон. Но давайте сейчас мы предположим, что он выполняется, что существует некоторая сохраняющаяся величина, которую мы при этом можем измерить. То есть она не внутри, она снаружи. И термодинамика изучает, какие ограничения на поведение системы накладываются тем фактом, что в ней есть закон сохранения какой-то величины, например, энергии. Значит, после этого, чтобы построить описание данной системы, вы должны быть уверены, что все возможные состояния этой системы вы можете, как бы, посетить, переходя из состояния в состояние и при этом измеряя явно изменение энергии. Если это энергия, то, как физики, просто измеряют работу, которая нужна, чтобы перейти из этого состояния в другое. Совершенно принципиально, чтобы существовали состояния, которые могут быть соединены адиабатическим процессом. Это означает процессом, в котором внутреннее состояние не меняется. Мы только, меняется только то, что мы можем реально измерить. То есть мы описываем систему, в которой мы знаем ее все состояния. Они могут быть непрерывный набор состояний, может быть дискретный набор состояний. И для каждого мы знаем его энергию. То есть это совершенно принципиально. И это означает, что между любыми двумя состояниями мы знаем разницу между энергией. Теперь предположим, что вот это мы, у нас есть такой набор состояний. Вот наша система, вот у нее это состояние с такой энергией, это состояние с такой энергией. Теперь мы берем дело или наблюдаем переход из состояния в состояние. То есть мы будем знать разницу энергии. Вот это DE, которое здесь написано слева, оно написано как дифференциал некоторой функции. Почему оно написано как дифференциал? Это означает, что энергия есть функция состояния. То есть это означает, что переход можно представить себе как дифференциал этой функции. Теперь мы берем, меряем работу, которую нам потребовалось, чтобы переместить из состояния в другое. И видим, о ужас, она не равна, ну минус это работа. То есть если мы совершаем работу, то тогда мы увеличиваем энергию. То есть если работа совершается системой над нами, тогда она уменьшает энергию. Но вот мы взяли, померили работу, увидели из какого состояния в какое мы перешли и обнаружили, что они не равны друг другу. Это первый закон термодинамики. Он говорит, есть фактически определение величины, которое называется delta q. Он говорит нам следующее, что если мы видим, что изменение энергии не равно совершаемой работе, значит произошло изменение энергии внутренних степеней свободы, которые мы не знаем. И то, что мы не знаем, скрыто мы будем называть тепло, а то, что мы знаем, мы будем называть работа. И то, и то, заметьте, не дифференциал. Это не дифференциал никакой функции, потому что на самом деле как работа, так и тепло зависят от деталей процесса, которые мы совершаем. Мы можем быстро переходить, медленно, мы можем вообще не монотонно двигаться от системы к системе. Поэтому энергия есть дифференциал в некоторой функции, а тепло и работа нет. Значит, вы первое начало термодинамики все видели, да? Я вам сейчас принципиально ничего нового не сказал. Я просто вам внятно объяснил, что оно на самом деле говорит. Оно говорит, изменение энергии состоит из наблюдаемой, измеряемой части и скрытой. Одно из них мы будем называть работа, другое из них мы будем называть тепло. Окей, для любой другой системы это будут другие вещи, но они всегда, ваша сохраняющаяся величина и ее изменения будут состоять из двух частей. Теперь я вам сейчас, опять же, расскажу эту термодинамику аксиоматическим образом. То есть очень-очень как бы абстрактно, потому что я исхожу из того, что вы все ее как-то учили. И поэтому вам сейчас, когда вы услышите его абстрактное представление, нужно будет потом каким-то образом его совместить с тем, что вы на самом деле учили. Так вот, в аксиоматическом, как бы дедуктивном представлении термодинамики мы говорим, что на самом деле в термодинамике проблема только одна. Все остальные к ней сводятся. Если вы для данной системы умеете решать эту проблему, все остальные проблемы могут быть выражены через нее. Это как, знаете, у математика в этом анекдоте про метод кастрюльки, да? Слышали про метод кастрюльки? Нет, не слышали? Ну, если вам нужно, как математик строит алгоритм решения задачи, если вам нужно сварить яйцо, вы подходите, берете кастрюльку, наливаете туда воду, ставите ее на огонь, кладете сюда яйцо. Вот. А дальше спрашивают, а если вы подходите туда, а уже у вас стоит кастрюлька, и в ней уже налита вода? Математика говорит, нужно вылить воду и свести задачу к предыдущей. Вот в этом смысле есть как бы подход к математике. То есть базисная проблема, это не означает, что она самая простая. Это означает, что любая проблема может быть с ней сведена. Так вот, в чем базисная проблема? Это проблема определить равновесное состояние системы после того, как убрали любые ее внутренние ограничители и оставили ее в покое на дуну. Таковыми ограничителями, например, могут быть перегородка между двумя частями системы. Например, у вас была одна система, вторая система, мы привели их в контакт, убрали между ними перегородку, они начали обмениваться частицами, энергией, деньгами, протеинами. И мы хотим узнать, к чему эта система придет, если ее надолго оставить в покое. Состояние, к которому она придет, если ее надолго оставить в покое, мы называем равновесным состоянием. И базисная проблема термодинамики – определить, куда придет система, если ее убрать все ограничения на ее действующие. Термодинамика решает эту проблему следующим образом. Опять, я вам как бы рассказываю, как она устроена. Она говорит, есть такая функция. Разумеется, это функция от энергии, ничего другого у нас нет. Правда? Все, что мы знаем, все, что мы умеем про нашу систему – это некая величина, про которую было первое начало термодинамики, которая говорит, вы знаете про энергию, вы можете в любом состоянии сказать, какая энергия это в состоянии, вы можете померять работу при переходе состояния в состояние. Так вот, существует, постулирует термодинамика, это постулат. Конечно, он есть результат дистилляции огромного количества экспериментов. А существует функция, называемая энтропией, которая есть функция энергии. И любых других экстенсивных параметров. Что такое? Это очень важное понятие в термодинамике. Оно очень существенное. И попытка от него отказаться в 21 веке вот как раз эту стахарстическую термодинамику и вызвало, про которую я, может, в самом конце буду говорить. Но пока мы в классической термодинамике. Что значит экстенсивные параметры в системе? Это означает, что если вы берете и создаете композитную систему из двух частей, то значение этого параметра есть просто сумма. Например, у вас есть одна система с энергией И1, другая система с энергией И2. Вы их соединяете, общая энергия, есть сумма этих энергий. Очевидно ли это? Скажете ли вам это естественно? Ну, я читала ваш конспект, и поэтому нет. Поэтому вы знаете ответ, что это не очевидно, да? Да. Понятно. Кто-то, кто не читал мой конспект, понимает, почему это на самом деле совсем не очевидно, что энергия композитной системы есть сумма энергии ее отдельных частей. Ну, мне, например, это не очень очевидно. А почему это не очевидно? Почему это может быть не так, например? Ну, потому что в некоторых, например, пространствах, там, неевклидовых, например, тех же и так далее, этот закон не работает. То есть те же законы векторов, когда вы складываете, не всегда их финальные координаты, это сумма их предыдущих, значит... Может быть. Но мы же говорим сейчас про скалярную величину. Энергия, скалярная величина, это не вектор, да? Вот у меня есть порция этого самого газа, у которого такая энергия. Вот есть другая порция газа. Я взял их и прямо вот это самое соединил вместе, убрал между ними перегородки. Почему их энергия будет суммой? Или почему их энергия может не быть суммой? Может быть, из-за взаимодействия между ними? Конечно. Правильно, Тимур. Вообще говоря, существует взаимодействие. Более того, представьте себе, что у вас есть система зарядов и другая система зарядов. Если они далеко друг от друга, и между ними существует какое-нибудь экранирующее поле, то они не взаимодействуют. Если они приближаются друг к другу, эти заряды, конечно, по кулоновскому закону взаимодействуют другими зарядами. С чего вдруг их энергия будет суммой энергии? Конечно, она вырастет или упадет на энергию взаимодействия. Если это заряды одного знака, их энергия взаимодействия положительная, они отталкиваются, их энергия вырастет. Если заряды разных знаков, их суммарная энергия будет меньше. Поэтому, когда мы говорим, что энергия экстенсивная величина, мы на самом деле мысленно предполагаем очень много условий. Обычно в классической физике и термодинамике предполагается, что мы работаем с очень большими системами. У нас 10-23 молекул здесь, 10-23 молекул здесь. А взаимодействие, оно только вдоль поверхности. То есть то место, где эти части системы соприкасаются. И, конечно, эта поверхность, этот слой вблизи поверхности, много меньше всех числа молекул, что в объеме. Поэтому мы пренебрегаем этим взаимодействием. А вообще говоря, оно существует. То же самое и с другими вещами. Но, например, с другой стороны, есть величины, которые очевидно экстенсивны. Например, объем. Если мы возьмем объем газа здесь, объем газа здесь, берем между ними переговорки, переговорки, объем суммарной системы будет сумма объема. То есть, по крайней мере, объем железных будет аддитивная величина. Например, скажем, если это магнитная система, то сумма этих систем будет иметь намагниченность, которая не обязательно есть сумма их намагниченности. Хотя намагниченность, кстати, это вектор. И, в принципе, векторы надо складывать, но тут может быть еще из-за взаимодействия намагниченность быть больше или меньше. Итак, мы предполагаем, что энтропия, которая решает нам основную проблему термодинамики, она сама по себе экстенсивная величина. То есть, энтропия суммы систем есть сумма энтропии. И она есть однородная функция первого порядка всех экстенсивных перемен. Вот это соотношение, которое здесь написано, это означает, что если я возьму, умножу все аргументы этой функции на лямбду, то это то же самое, что вся сама функция умножится на лямбду в первой степени. Иными словами, если я удвою объем, удвою энергию, то при этом энтропия тоже удвоится. Значит ли это, я хочу спросить, что если я удвою энергию, не удваивая объем, то энтропия удвоится? Если бы это было справедливо, это означало бы, что энтропия – линейная функция энергии. Правда? Если при умножении аргумента функция умножается на тот же аргумент, то это означает, что она линейная функция. Условия однородности, которые вот здесь написаны внизу, это условия однородности. Это все аргументы функции умножаются на какое-то число. Так вот, энергия, вообще говоря, не является линейной функцией, энтропия не является линейной функцией энергии, вообще говоря. Это не так. Она является однородной функцией всех аргументов. И тот факт, что она однородная функция всех аргументов, это просто следствие того, что она есть экстенсивная величина, так же, как экстенсивные величины все остальные. Понимаете, поэтому, когда я складываю систему и добавляю, или удваиваю, или утраиваю, то я добавляю еще одну такую же систему и добавляю еще один такой же объем. Но если я возьму систему в данном объеме и просто удвою ее энергию, умножу ее на лямбда вот здесь, то это означает, что я, например, может быть, просто увеличил взаимодействие между молекулами. Объем же у меня не изменился, я не добавил новых молекул, а энергию увеличил. Например, я ее подогрел, скажем, да? У меня кинетическая энергия молекул увеличилась. Энтеропия не обязана при этом линейно зависеть от энергии, вовсе нет. А как же она обязана от этого зависеть? Она обязана зависеть совершенно замечательным образом, а именно выпуклым. Здесь появляется понятие выпуклости, к которой мы будем возвращаться снова и снова и снова, пока в теории информации она просто не станет центральным понятием. И сегодня мы начнем потихоньку понимать, откуда оно берется. Итак, вот здесь нарисована энергия как функция энтропии, и при этом, поскольку нам говорится, что равновесие является максимумом, то вот эта сплошная линия, на которой стоит точка А, это линия равновесного значения энтропии при данном значении энергии. Все возможные состояния лежат ниже этой линии. Уже какая энтропия максимум, да? Соответственно, если вы при фиксированной энергии можете прийти к максимуму энтропии, то вы движетесь по этой стрелке вверх, и вот так вы приходите к равновесию. То есть, если вы взяли систему, изолировали ее, ее энергии не меняются, она придет к равновесию, двигаясь вверх. Так, если же вы на самом деле зафиксировали энтропию, вот, то есть, вы находитесь на горизонтальной линии, как бы мне встать на нее, вот, я встал сейчас на нее. Представьте себе, что вы зафиксировали, то есть, вы теплоизолировали систему, например, да, ее энтропия не меняется, но она должна прийти к равновесию. Чтобы прийти к равновесию, она будет уменьшать свою энергию. Окей? Видно это здесь, да? Что в точку А можно прийти снизу или справа. Почему это так? Потому что я нарисовал энтропию как функцию энергии растущей функции. Очевидно это, что это всегда так. Чем больше энергии, тем больше энтропии. Как ваши ощущения? Я сейчас спрашиваю чисто про ощущения. Ну, по-моему, да. То есть, как бы так, ну, типа, нагрели больше, энергии больше, энергии больше, там, значит, мы к этому моменту вернемся и с удивлением обнаружим, что вообще говоря, эта функция может быть как растущей, так и убывающей. Вот. И в тот момент, когда вы поймете, что производная этой функции, то есть, энтропия по энергии, она появится минут через 10, а она есть температура, а температура у системы может быть как положительная, так и отрицательная, вот в этот момент вы станете физиком или вообще как бы ученым. Вот. Но пока еще, значит, мы не там. На самом деле, я ее нарисовал растущей просто потому, что на самом деле большинство систем действительно таковы, таковы, но вообще говоря, не обязательно. Вот. Принципиально здесь то, что она является, что она является выпуклой функцией. Теперь я сейчас хочу, вот для этой самой, для этого случая я хочу вам показать, и опять же, те, кто не физики, могут спокойно в течение ближайших трех минут расслабиться и поглядеть в потолок, вот. А для физиков я хочу на самом деле показать формальное доказательство того, что максимум энтропии соответствует минимуму энергии. Это техническое доказательство делается с помощью так называемых якобианов. Это еще одна вещь такая, уже чисто техническая в термодинамике. Значит, якобиан это просто в каком-то смысле частная производная. Но можно сказать, что если у меня есть две функции, у и в, и они зависят от двух переменных, x и y, то якобиан это вот такая вот конструкция из их частных, этих самых. Это чрезвычайно быстрый и мощный способ как бы оперировать с частными производными. Поэтому если я скажу, что, например, у меня есть какой-то параметр, вот когда я движусь вдоль этой кривой, например, то я что-то меняю в своей системе. Если у меня есть какой-то параметр x, я знаю, что моя энтропия, она экстремум, то есть ее производная равна нулю. Тогда я могу вычислить производную энергии по этому же самому параметру при постоянной s с помощью вот такого вот. Я скажу, что сама по себе эта вот производная – это es по xs. Вот es по xs – это идентична вот эта вот величина. Я ее умножу на единицу, которая просто ex по ex. Так? Откуда минус берется? А? Минус берется. Что берется? Минус. Минус. А. Откуда берется минус? Минус берется вот откуда. Вот в этом, значит, видите, если я здесь переставлю u и v или x и y, то знак поменяется на противоположный. Да? Если вот здесь я переставлю. Поэтому на самом деле у меня de по dx, а при постоянном x должно быть es по xs. А, нет, здесь нету, кстати говоря, минуса. Это неправильно. Здесь должен быть плюс. Я, на самом деле, мысленно уже здесь переставил это дело. Вот. Значит, здесь минуса нету. Я его исправлю, кстати говоря. Это правильно, потому что это es на xs. Да. Здесь минуса нету. Совершенно верно. А вот здесь минус уже есть, потому что здесь se на xe. Вместо es здесь будет se. И переставив это, я здесь получу минус. А здесь будет вот это. И теперь, если вот это равно нулю, то, соответственно, и это тоже равно нулю, потому что оно пропорционально ему. А еще, продифференцировав это соотношение, вот это еще один раз, и поскольку эта величина в максимуме не меняется, я должен дифференцировать, то есть вот это не меняется, я должен дифференцировать только это, можно доказать, что то, что здесь вторая производная отрицательная, то здесь она положительная. Вторая производная – это то, что отличает минимум от максимума. Окей. Значит, это просто как бы такое техническое доказательство того, что, в принципе, при взгляде на эту картинку, очевидно и так. Я буду пользоваться этим регулярно, то есть будут какие-то вещи, которые я вам буду как греки говорить, смотри и буду рисовать картинку. А иногда, как там, я не знаю, как римляне, буду вам рисовать формулу. Потому что, в принципе, многие вещи, просто вот это я специально сделал как пример того, что одно и то же утверждение, а именно, что для вот такой вот кривой, у которой производная равновесная энтропия по энергии имеет положительный наклон, максимум энтропии соответствует минимуму энергии. Я могу это вычислить с помощью формул, а могу это продемонстрировать с помощью картинки. Пошли дальше. Теперь то, что на самом деле важно, важно то, что эта кривая на самом деле является выпуклой, как я говорил. То, что называется конвексит. Почему это важно? Вы с этим, наверное, тоже встречались в термодинамике, я хочу это напомнить. Это связано с тем, что если равновесие описывается, это равновесная кривая, она описывает соотношение между энергией и энтропией. Если она выпуклая, то это означает, что состояние равновесное, каждое из этих состояний устойчивое. Если она становится не выпуклой, то оно теряет свою устойчивость. Формально это доказывается так, что если бы у вас, например, я взял две половинки такой системы, опять я использую экстенсивность, заметьте, да, вот, и взял их при состоянии Е. То есть, вот у меня есть какое-то Е, вот есть соответствующая ему С в равновесии. А после этого я взял бы порцию энергии, отнял у одной системы и прибавил бы к другой. Так? И это означает, что я внутри своей системы сделал ее неоднородной. Она теперь состоит из двух частей, у которых я нарушил их идентичность. Я у одной из них отнял энергию, а у другой прибавил. Так? И при этом, естественно, если я предположу, что вот это изменение энергии, оно очень маленькое, Е, то я могу разложить, я могу сказать, что на самом деле здесь это все раскладывается, я напишу, что это С от Е плюс первая производная умножить на Е. Но первая производная энергии по энтропии равна нулю, это же экстренум, правда? Поэтому первая производная здесь не входит, а вдававок они еще и сократятся при умножении на Е. А вот тут у меня будет вторая производная. Таким образом, я скажу, что в результате разделения такого мысленного, это как бы возмущение, которое сделано из системы, я взял, сделал ее неоднородной. Вот. Если я в результате увеличу свою энтропию, так? То есть С два штриха у меня положительно, то это выгодно, потому что на самом деле равновесие должно соответствовать максимуму энтропии, да? И это означает, что мое состояние неустойчиво, оно будет туда уходить, вот так сказать, в то, что оно будет разваливаться на разные части, которые не похожи друг на друг. Поэтому устойчивость по отношению к возникновению неоднородности, это утверждение о том, что вторая производная должна быть строго отрицательная. попытка нарушить однородность системы, то есть отнять что-то от ее одной части, добавить другой, должна приводить к уменьшению энтропии. Это означает, что вторая производная энтропии по энергии отрицательная, что означает, что эта кривая выпуклая. Вы можете мысленно себе представить, что я взял вот одну точку, другую точку и провел между ними прямую линию, да? Вот эта прямая линия должна быть везде ниже, чем вот эта вот кривая. Мы будем к этому возвращаться снова и снова, говоря про информацию и про другие вещи. Но для соотношения между энтропией и энергией, выпуклость это то, что обеспечивает устойчивость относительно неоднородности. Поэтому на самом деле тот факт, что первая производная энергия по энтропии, по энергии положительная, это не обязательно. Мы увидим систему, я вам специально приведу пример, систему, которая этому не удовлетворяет. Но вот то, что она выпуклая, это совершенно обязательно. Она может потом загибаться вниз, пожалуйста, но она должна оставаться выпуклой все время. Окей? Это принципиальное свойство равновесного соотношения между энергией и энтропией. Вот. Теперь последний вопрос, который я задам, а после этого мы обсудим, делает нам перерывы линии. Хорошо. Ну вот вы исследователь, да? Вот у вас есть система. Вот вы хотите построить для нее тимбодинамику. Вы знаете, что для нее должна быть такая функция. Е от С или С от Е. Вот. Как ее найти? В лаборатории? Или вы занимаетесь наблюдениями за живым миром? Или еще что? Делаете эксперименты? Как реально найти такую функцию? Что же надо делать для этого? Полин, вот этот ваш знак, он руками, он что означал? Типа взять что-то? Ну, вообще, как? Вот перед вами, например, я не знаю. Какая-нибудь биологическая система. Какая-нибудь колония вирусов. Да? Та сама. Вот вы подозреваете, что у нее, вот если ее оставить в покое, да, и у нее вот при данном этом самом количестве там питательных веществ есть какое-то равновесное состояние, да? Или у вас есть какая-то система спинов, например, да? Вот вы при данной температуре у нее должно быть какое-то равновесное состояние, равновесное намагниченность. Как найти? Вот у вас нет ничего. Вы должны сами, что-то измеряя, найти это состояние. Что вы будете измерять? Можно запутанность там как-то мерить. Вот я знаю, там энтропия запутанности есть. Есть энтропия запутанности, но как ее мерить? Вы же не знаете, что такое энтропия. Вы должны определить. Вы должны каким-то образом самое главное, что делает экспериментарер, когда он имеет дело с незнакомой системой. Фиксировать одни параметры и смотреть там, и менять другие. Умница! Именно, именно. Ключевое здесь слово, совершенно правильно, это менять. Вы делаете изменения и смотрите, что они вызывают. Это способ, которым работают все. То же самое наблюдатель, который вы не можете делать эксперименты, скажем, наблюдая поведением животных в лесу. Это, кстати говоря, одна из очень бурно развивающихся областей вот этой всей науки. Это наблюдение, например, за стаями птиц. Там вы не можете вообще ничего менять, но если вы язык птиц выучите, вы можете какой-нибудь там сделать звук. Вы наблюдаете, но вы наблюдаете за изменениями. Вы пытаетесь понять, что на самом деле происходит. И вот это в термодинамике называется уравнение состояния. Я опять, я говорю вещи, которые вы все слышали. Я просто хочу, чтобы вы на них теперь посмотрели, как на инструмент. Реально то, что мы можем делать, мы можем делать изменения и смотреть, что вызывается. Мы можем менять энергию, объем, менять число частиц, например, для данного газа и смотреть, что происходит. Из какого соотношения в другое оно меняется. И поэтому определениями, вот определениями, являются производные одних экстенсивных величин по другим экстенсивным величинам. То есть вот это вот, то, что здесь написано, есть определение температуры, давления и химического потенциала. Окей? Они так определены. Теперь для физика температура это не то, что меряет термометр. Для физика температура это производная энергии по энтропии. Или обратная температура это производная энтропии по энергии. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Вот у меня ушло 30 лет, для меня температура всегда это просто отклик. Потому что то, что меряет экспериментатор, это всегда отклик. И разумеется, эти величины не являются экстенсивными, потому что если вы возьмете вашу систему в два раза больше, то у нее энергия будет в два раза больше и энтропия будет в два раза больше. Если вы возьмете в два раза больше, то у нее и энергия будет в два раза больше и объем будет в два раза больше. Поэтому эти величины не будут меняться при увеличении или уменьшении системы. Они не должны меняться в равновесии, если вы будете составлять свою систему. Правда? Такие величины называются интенсивные. Вот термодинамика, классическая термодинамика имеет дело с двумя типами величин. Это экстенсивные величины типа энергии, объема энтропии, магнитного момента, полного заряда. Это все экстенсивные величины. И интенсивные величины, которые являются производными экстенсивных от интенсивных. Вообще говоря, вот эта величина – это функция тоже от других экстенсивных величин. И вот ее мы и пытаемся измерить на эксперименте. И, соответственно, теперь мы можем переписать наше первое начало термодинамики, используя вот эти введенные только что определения. Мы скажем, что если, например, у меня есть е как функция от s, v и n, то я могу вычислить ее дифференциал, который будет производной энергии по энтропии умножить на дифференциал энтропии, производной энергии по объему умножить на дифференциал объема и производной энергии по числу частиц умножить на дифференциал. И это должно быть равно по первому началу термодинамике вот этому. Отсюда мы видим, что на самом деле то, что мы реально макроскопически измеряем, это ПДВ, и оно есть работа. А вот то, что мы видим здесь, это есть тепло. Если мы можем еще померить число молей или число молекул, то тогда вот это будет работа, а вот это будет тепло. Теперь давайте посмотрим, как же вот эта вся техника нехитрая решает нашу базисную проблему. Итак, вот у нас есть две системы, один и два. Мы уже договорились, что энергия у них экстенсивная, то есть мы пренебрегаем энергией взаимодействия, и поэтому, когда мы их привели в контакт, их энергии есть просто сумма этих энергий, и она является постоянной. То есть их сумма всегда задана. Теперь мы говорим, что для того, чтобы описать состояние композитной системы в равновесии, то есть только мы позволили им обмениваться энергией друг с другом, например, мы позволили этой перегородке двигаться, то есть решать работу друг над другом, или мы позволили обмену тепла, то давайте скажем, что вот мы позволили обмен энергией, и соответственно мы требуем, чтобы дифференциал энтропии в равновесном состоянии был равен нулю. Это означает, что если у меня какое-то ДЕ1 перешло от системы 1 к системе 2, то настолько изменится энтропия первой системы, а настолько изменится энтропия второй системы. Но ведь сумма их энергии зафиксирована, поэтому ДЕ2, конечно же, должна быть равна минус ДЕ1. Правда? Итак, это производная, это единица на температуру, это производная с единицей на температуру, и таким образом мы видим, что дифференциал энтропии задается вот этой нехитрой формулой. Это дифференциал энергии, которая переходит с места на место на разность обратных температур. В равновесии это должно быть равно нулю. И тогда мы видим, что равновесие соответствует тому, что Т1 равняется Т2. Именно производная энергии по энтропии в этой системе должна равняться производной энергии по энтропии в этой системе. То, что происходит при приведении систем в контакт, так что не могут обмениваться энергией, они выравнивают между собой производная энтропия по энергию или энергии по энтропии. Так решается основная базисная проблема термодинамики на этом языке. Вы живы? Мы продолжим или мы сделаем сейчас перерыв? Вдохните глубоко, выдохните и спросите себя, готовы вы еще слушать 20-25 минут или мы сейчас сделаем перерыв на 10 минут? Я за перерыв. Так. Как всегда, если звучит голос, а остальное молчание считается знаком согласия. Значит, все это самое... Кто-либо возражает против перерыва? Я могу продолжать без перерыва. Я тоже могу продолжать без перерыва. Вы можете или вы возражаете против перерыва? Я не возражаю, нет. Потому что если кто-то не может продолжать, то лучше дать человеку возможность прийти в себя, отдохнуть, поглядеть назад и так далее. На сайте все эти слайды есть, конечно, разумеется. Кроме того, идет запись. Хорошо. Давайте тогда сделаем сейчас 10 минут перерыв. Окей? И через 10 минут вернемся. И, пожалуйста, не опаздывайте, потому что вообще-то я все начинаю... Предпочитаю начинать вовремя и кончать вовремя. Итак, сейчас в час 35, через 10 минут, в час 45 мы продолжим. Окей? Хорошо. Пока что я сделаю стоп-шеа и делаю паузу. Запись включаем. Во-вторых, обратно возвращаемся в шеа-скрин. Где тут слайд-шоу? А, блин. О, Боже. И сколько тут разных этих. И все они... Окей. Хорошо. Все вернулись? Кто не вернулся, тот не вернулся. Значит, не очень медленно я излагаю. Как вам темп? Не ускоришь? Нормально. Нормально, да? Хорошо. Ну ладно, значит, ну, соответственно, значит, вот сейчас я вам показал этот простой пример, который вы, конечно, так или иначе где-то в термодинамике видели. Просто я хочу как бы немножко гипнотически на вас как бы воздействовать с тем, что для вас температура должна стать производной энергией по энтропии. И поэтому условие того, что если привести в контакт две системы, которые способны обмениваться энергией, их температуры выравниваются, для вас это просто означает, что система находится в своем максимуме. Это означает, что ее полная производная энтропия по энергией по энергию равна нулю, а она и есть пропорционально разности их обратных температур. То есть вот в этом смысле точно так же, если вы эти системы в контакте, так что между ними может двигаться стенка, то у них окажется, что должна быть одинаковая производная энергия по объему, что значит давление. А если они могут обмениваться частицами, то должны быть одинаковые химические потенциалы. Это то же самое условие равновесия и таким образом нам нужны. Теперь я хочу сказать немножечко про процессы, хотя в принципе как бы мы говорим, что термодинамика, она про состояние, про состояние, но конечно же, как мы говорим, мы как экспериментаторы, наблюдатели и эмпирические люди, мы, разумеется, все время имеем дело с процессами. И здесь опять в очень-очень абстрактном дистиллированном виде, значит, и это то, как началась термодинамика, она началась с того, чтобы понять, как работает мотор, двигатель. Собственно, их тогда начали делать паровые двигатели, да, стали сжигать что-то и начало двигаться. Это была невероятная революция, была первоиндустриальная революция, которую, собственно, мы все страшно разбогатели. И тогда люди стали замечать, что что-то вот эти двигатели, они не могут быть лучше, чем что-то. И вот в первом саде Карло гениальный такой был человек, которого, к сожалению, как бы там, он умер от тифа, все его бумаги сожгли, только брат сохранил его записную книжку. И потом через сколько-то лет в этой записной книжке обнаружили, что практически вся термодинамика первой полной 19 века была сделана за 50 лет до них. Значит, и вот вам дедуктивное, очень абстрактное определение. Тепловой двигатель – это такая штука, которая имеет дело с резервуаром с температурой 1 и с другим резервуаром с температурой 2. И тепло переходит из резервуара 1 в резервуар 2, но не все, а часть его совершает по дороге работы. Вот отсюда выходит Q1, сюда приходит Q2. Разница между ними – это работа, которая совершается. Если вы откроете капот своей машины или любой машины, которая есть, собственно, вот этот ровный двигатель, вы поймете, какая степень абстракции заложена вот в это простое определение. Тем не менее, все двигатели работают так. И давайте посмотрим, какое ограничение второе начало термодинамики накладывает на работу этого двигателя. Вот. Значит, соответственно, Q1, который отсюда выходит, это есть T умножить на DS. Помните, мы отождествили изменение энергии за счет тепла с TDS. Это все помнят? Или мне вернуться на этот слайд? Мы определили температуру как производную энергии по энтропии. И, соответственно, представьте себе, что вот в этой формуле у меня нет последнего члена, а у меня есть изменение работы за счет изменения объема, которое макроскопическое, я его измеряю. А это тепло, которое скрытое от меня форма. И я вижу, что именно то изменение энергии, которое скрыто, описывается энтропией. И сейчас я вижу, что количество тепла, которое потерял первый резервуар, есть его температура на его изменение энтропии. Соответственно, количество тепла, которое получил второй резервуар, есть его температура на его изменение энтропии. А полученная мною работа, разумеется, есть разница между этими двумя Q1 и Q2. А эффективность моей машины, разумеется, есть полученная работа, деленная на все тепло, которое я отсюда взял. Это бензин, который я сжег, он мне дает Q1, правда? T2 это то, что в атмосферу ушло. Соответственно, я хочу, чтобы Q2 было поменьше, Q1 побольше. И, соответственно, если я возьму их разницу и поделю на Q1, это и будет эффективность теплового двигателя. И, соответственно, его можно, подставив Q1 в таком виде, подставив Q2 в таком виде вот сюда, Q1 вот сюда, разделив все на T1, ΔS1, это разделить на это даст мне единичку, а это разделить на это даст мне вот такую величину. Но дальше я скажу, что, что бы я ни делал, полная энтропия всей системы не должна уменьшиться. Поэтому уж, по крайней мере, ΔS2 не может быть меньше, чем ΔS1. В самом лучшем счастливом случае, которым мне повезло, это что они равны друг с другом. То есть здесь энтропия системы уменьшилась, я отнял тепло. Здесь энтропия системы увеличилась, я добавил. И в лучшем случае, если я это все делал очень медленно, равновесно, то ΔS2 будет равно ΔS1. Правда? Таким образом, вот эта величина меньше или равна вот этой величине. Потому что это отношение всегда не меньше единицы, а, как правило, нам больше. И вот мы отсюда получили то, что когда-то первым получил Корно, это то, что эффективность работающего двигателя есть единица минус отношение температур. Это первое великое достижение термодинамики. Это великая вещь. Все, что мы после этого в 20 веке, в 21, получаем ограничения. Естественно, чем мы занимались потом в 20 веке, мы пытались понять ограничения на нашу теорию связи, на скорость передачи информации. Вот все ограничения выросли из этой формулы. В 21 веке мы делаем еще более другие вещи. Мы занимаемся вычислениями, computations. И опять мы видим, что это все требует какой-то цены. Наверное, наложены какие-то ограничения. Это тоже все выросло из вот этой формулы. Это простая формула, которая из просто следствия второго начала термодинамики. Она, конечно же, эмпирически вам, во-первых, подсказывает, что делать. Хотите улучшить вашу эффективность, вы должны как можно меньше сделать это отношение. То есть ваш рабочий двигатель, то, что внутри, вот где у вас в цилиндре стоят автомобили, там должно быть очень горячо по отношению к окружающему воздуху, куда уходит лишнее тепло. А кроме того, оно показывает, что принципиально, когда Т2 и Т1 конечны, вы не можете все ваше тепло превратить в работу. Понятно? Значит, это вот первое ограничение. Это показывает, собственно, как термодинамика работает. Она накладывает ограничения на поведение системы. Что мы использовали здесь? Мы использовали первое начало термодинамики, то есть закон сохранения энергии, а именно, что Q1 плюс работа равняется Q2. И мы использовали второе начало термодинамики, а именно, что энтропия не может уменьшиться в результате равновесного процесса. Окей? Пошли дальше. Теперь я хочу вам вкратце, и это опять, может быть, для тех, кто менее физики, можно будет прослушать в полуха, тем не менее это важное место, связано с тем, что вообще-то иметь дело с энтропией, как независимой переменной, очень неудобно. Мы, вообще говоря, ее не меряем. Вот температуру мы, вообще говоря, можем померить. В конце концов, термометром. Поэтому было бы удобно иметь, например, зависимость энергии от температуры, а не от энтропии. Но температура же интенсивная переменная. То есть, иными словами, мы хотели бы перейти от зависимости какой-то функции Y, как функции от X, к зависимости от величины P, которая есть производная Y по X. Правда? Давайте я вам напомню, что температура – это производная энергии по энтропии. Теперь я хочу от функции E от S перейти к функции E от T. Чтобы это сделать, люди придумали замечательную вещь, которую мы, опять же, будем использовать несколько раз. Она в теории информации тоже все время встречается. Эта вещь называется преобразование Лежандра. Лежандр был почти современником Корно. В то же самое время Великой Французской революции из страшных гражданских войн эти люди делали вот такую великую науку. Здесь спрашивается, как на самом деле ввести эту новую функцию, которая была бы эквивалентна вот этой функции Y от X. Представьте себе, что у нас есть функция Y от X. Но я хочу ее теперь сделать как функция от P. Я могу сказать, окей, хорошо, вот у тебя есть соотношение P равняется DY по DX. Это соотношение, где справа стоит функция от X, а слева стоит P. Можно отсюда выразить X как функцию от P, наоборот, да, и подставить ее вот сюда. То есть взять Y как функцию от X, как функцию от P. А X как функцию от P выразить отсюда. Ответ. Это не будет работать. И вот почему. Потому что на самом деле, вот все три таких кривых соответствуют одной и той же функции Y от X от P. Ну, соответственно, это очень разные функции Y от X. Потому что у них, у всех, у этих функций одинаковое будет соотношение X от P. Давайте я вам сейчас это дело покажу. На примере, например, давайте возьмем функцию, как бы мне убрать эту, о, бар, который мне мешает. Фу, надо два экрана, видимо, завести. Значит, вот представьте себе, что у вас есть функция Y, которая равняется P квадратное 4. Это означает, что P – это ее производная. Соответственно, значит, если я возьму Y, которая есть X плюс C в квадрате, то я, когда вычлю производной DY по DX, она у меня будет равняться 2X плюс C. Так? Это означает, что X плюс C, 2X плюс C – это есть P. И тогда Y будет равняться P квадратное 4. Но ведь это целое семейство функций. Я могу выбирать любое C, и при этом эти функции, они будут просто соответствовать сдвигу. Вот как на этой самой, где моя предыдущая? Все вот эти функции у них для данного Y одна и та же производная. Здесь такая же производная, как здесь. Здесь такая же производная, как здесь. То есть недостаточно задать производную для этого семейства, чтобы указать Y. Я же должен как-то их прибить гвоздем. Вот этот сдвиг я должен таким-то образом на самом деле зафиксировать. Еще раз. Взяв Y как функцию от производной Y по X, я задал только целое семейство. Потому что здесь для одного и того же значения Y у меня будет одно и то же значение производной. А мне нужно, чтобы у меня для значения X было это значение производной. Правда? Поэтому на самом деле вот такое вот не годится. Нужно на самом деле каким-то образом. И вот что придумал Лежандр. Он придумал замечательную идею. Он сказал, что вот если у вас есть эта самая кривая, и вы хотите сопоставить каждой ее точке, производную в этой точке. Ну что такое производная в этой точке? Производная в каждой точке это просто наклон касательный. Правда? Значит, как всегда, чем математики велики, они всего делают геометрию. И это невероятно плодотворный способ думания. Вот Лежандр сказал, давайте мы себе представим, что это наша кривая есть огибающая семейство прямых. Вот у меня одна прямая с вот таким наклоном, она касается вот здесь. Другая прямая с вот таким наклоном касается вот здесь. Третья прямая с вот таким вот наклоном, она касается еще выше. Четвертая прямая касается еще выше. Таким образом, сказал он, давайте мы наоборот будем брать не наклон, который есть, он у нас есть как бы переменная, а значение мы будем брать место, где она пересекает ось. То есть для того, чтобы для каждого значения наклона указать его место, ой, что-то я сделал не очень понятно. Нет, вот так. Значит, давайте мы зададим Пси, место, где каждая прямая пересекает ось У. Иными словами, я задал величину П, это просто наклон прямой, да, вот наклон прямой это величина П. Теперь, если я укажу, где она пересекает, то это мне задаст Пси. Когда я буду двигать здесь место пересечения, я буду двигаться здесь по этой самой кривой. Действительно, У, где данная прямая, вот я, скажем, стартовал отсюда, я знаю Пси и я знаю П. Так, тогда мне место, вот это, где они пересекуются, зададут соотношение между Х и У. Действительно, вот это мой У, так, он есть Пси, это вот эта координата, да, плюс вот эта координата. Видно, нет? То есть в данном случае Пси отрицательная. То есть У есть сумма вот этого куска и вот этого куска, да. Вот, скажем, отсюда я, окей, значит, теперь у меня мой У складывается из этих двух частей, а, соответственно, функция Пси будет У минус ХП. Таким образом, вот теперь я смотрю на эту формулу. То, что я ввожу как функцию от П, это не У от Х от П, а это Пси, то есть место пересечения с осью. Это геометрическая картинка, вы можете про нее не думать, вы можете просто смотреть на эту формулу вот так. Сказать, что я беру, выражаю Х через П. Для каждого Х существует наклон П, для другого Х существует другой наклон П, я могу выразить Х через П. Я подставил его сюда и отнял вот этот кусок, вот этот кусок. То есть получился у меня вот этот кусок Пси. Так вот эта функция Пси от П, она теперь абсолютно однозначная функция. Она полностью фиксирует мне поведение этой кривой. И теперь, меняя наклон, я меняю стартовую позицию. Это означает, что меняя П, я меняю, с каким наклоном идет моя прямая, и тем самым я строю семейство огибающих, и это семейство огибающих дает мне вот эту функцию. Значит, вы, наверное, это каким-то образом учили, я не знаю, формально, с помощью геометрической картинки, без помощи геометрической картинки. Опять же, как кому удобнее. Я вам специально показал эту геометрическую картинку, потому что многим людям помогает визуальный образ. Если вам не помогает, относитесь к этому делу как алгебраист. То есть, скажите, вот я определяю функцию Пси. Вот эта функция Пси называется формально преобразованием Лежандра функции Y. То есть у меня была функция Y от X, я определил функцию Пси от P. Она полностью эквивалентна функции Y от X, она содержит ту же самую информацию. Более того, если я захочу теперь сделать обратное преобразование, вот у меня есть функция Пси от P. Теперь я захочу перейти от функции Пси от P к функции, которая производная Пси по P. До этого я сделал преобразование, перешел от Y от X до Y по DX в качестве переменной. Теперь я хочу сделать переход от Пси от P к Д Пси по ДП. Тогда я должен вычислить дифференциал этой функции. Вот у меня ДПси. Я беру, это будет ДУ минус дифференциал вот этого. Дифференциал ДУ – это, разумеется, ПДХ, потому что производная Y по X – это П. А производная этого состоит из двух частей. Из ДП вот отсюда и из ДУ, который полностью. Таким образом, если я посмотрю сюда, то я увижу, что у меня, опять у меня, да, вот, опять у меня, у меня есть XДП, которая произошла вот отсюда, и ДУ, которая произошла вот отсюда. Они сокращают друг друга, потому что ДУ – это XДП. И у меня остается XДП. Таким образом, производная Пси по P равняется минус X. Еще раз. Производная Y по X равняется P, а производная Пси по P равняется минус X. Таким образом, если я теперь возьму и перейду от Пси от P к функции, которая есть производная по P, а эта производная есть минус X, то я получу функцию Y. То есть, это и это, есть прямое преобразование Лежандры и обратное. Это замечательная конструкция, она очень, на самом деле, она есть продукт большой человеческой изобретательности, вот, и обычно в курсах термодинамики, это, кстати говоря, вы встречаете, наверное, физики встречат это еще и в механике, так вы переходите от Лагранжиана к Габельтониану. Вот, это обычно делается более-менее формально, на уровне формул. Полезно видеть картинку, которая за этим стоит. Понятно, что это возможно только с выпуклыми или с вогнутыми функциями, потому что для каждого места на моей кривой должна быть одна и только одно значение наклона. Это возможно только тогда, когда наклон меняется монотонно, правда? Это требует выпуклости или вогнутости. То есть, в этом месте мы видим, что можно делать преобразование Лежандра, то есть, переходить от аргумента к производной по этому аргументу только для выпуклых или вогнутых функций. Это существенная вещь, и мы с этим тоже будем регулярно сталкиваться в теории информации и везде. Итак, вот это есть формализм, который позволяет нам переходить от экстенсивных переменных к интенсивным переменным в темодинамике. Вместо функции Е от С мы можем перейти к функции от Т, но она уже будет не Е от Т, а она будет так называемая функция Ф от Т, которая называется свободной энергией. Сейчас я вам напомню, что такое свободная энергия. Видите, как она определена? Она теперь не есть Е от Т, Она есть Е от Т, минус Т, которая есть Е по ДС, умножить на С. Это ровный аналог вот этой формулы. Вот это ПСИ, есть У от вот этого, минус Х умножить на производную от У по ДХ. Ровно это мы делаем, определяя свободную энергию, как энергию, минус производную энергию по энтропии умножить на энтропию. И это чрезвычайно важная величина. И она теперь являет, у нее аргументом вместо энтропии является температура. Вот. И она эквивалентна, она несет ровно ту же самую информацию, которая несла в себя функция Е от С или С от Е, но она технически намного более удобна, и она физически применяется в других ситуациях. Почему еще мы очень часто переходим от одних переменных к другим? Это потому, что мы любим, чтобы у нас переменных было поменьше. Например, если я работаю с изолированной системой, то мне удобно использовать энергию как переменную, потому что тогда энергия зафиксирована, и я могу о ней не заботиться. Но если я, например, имею дело с системой, которая находится в контакте с термостатом, тогда я знаю, что у нее фиксирована не энергия, она флуктуирует, а фиксирована температура, тогда мне выгодно взять температуру как ее независимую переменную, потому что тогда у меня будет на одну независимую переменную меньше. Понимаете? Поэтому с точки зрения принципиальной информации, все так называемые термогенемические потенциалы, то есть какие бы я ни выбирал независимые переменные, они все эквивалентны. А с точки зрения практического удобства сильно нет. Многие из них в данной ситуации удобнее этих, а в другой ситуации удобнее этих. Теперь, что же означает это выражение свободной энергии? Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему она называется свободной? А какая не свободная энергия? Почему? В чем тут свобода? Давайте разберемся. На самом деле, давайте посмотрим на то, какую работу я теперь могу произвести, если моя система находится в контакте с резервуаром. То есть у нее зафиксирована температура, она равна температуре резервуара. При этом, если моя система что-то делает, то при этом она может обмениваться теплом с резервуаром, она может от него получать тепло, или наоборот, если вы ее сжимаем, она нагревается, она будет отдавать тепло резервуару, потому что температура должна поддерживать одно и то же. Теперь я могу сказать, давай посмотрим, что за изменение энергии моей системы вместе с энергией резервуара. Это и будет работа, которую я могу получить. Она есть, соответственно, DE, плюс, соответственно, изменение энергии резервуара, это то тепло, которое он получает или отдаёт, и оно, как всегда, есть TDS. Это вот тепло, которое моя система отдаёт резервуару. Если она получает, оно будет со знакомым. Но, опять же, у меня DS, которое меняется резервуара, если я делаю это дело адиопатически медленно, будет изменение энтропии моей собственной системы, только со знаком минус. То, что к резервуару перейдёт, от меня отнимется, то, что ко мне перейдёт, от него отнимется. Но температура, которая у резервуара, это та же самая температура, которая у моей системы. И причём она не меняется, не приходит изменения. Поэтому, на самом деле, изменение моей энергии полной системы, моей системы вместе с резервуаром, есть изменение свободной энергии. И именно изменение свободной энергии, это и есть та возможная работа, которую я могу совершить моей системой. И она, как видите, меньше, чем Е. Вообще-то, в принципе, энергия – это способность совершить работу. Правда? Изменение энергии должно равняться совершаемой работе. Но я вижу, что я отнял что-то здесь. Минус ТС. На самом деле, моя свободная энергия меньше, чем моя полная энергия. И она тем меньше, чем выше температура. Действительно, теперь, совершая работу, я не могу всю свою энергию отдать. Мне нужно поддерживать температуру. Правда? Я же в контакте с термостатом. У меня все время температура должна быть поддерживаться. Так вот, свободная энергия – это то, что я свободен использовать на работу. Понимаете? А насколько она меньше полной энергии, она меньше на ТС. Окей? Это физическая картинка, почему это преобразование Лежандра устроено как Y минус P на X на A до Y по ДX. То есть, свободно, если я хочу рассматривать что-то как функцию температуры или рассматривать что-то при фиксированной температуре, то, соответственно, свободная энергия у меня будет меньше на величину, которая связана с поддерживанием температуры в данной системе. И мы увидим, как вот эта самая формула работает в теории информации, то есть, как она определяет на самом деле энергетическую цену информации или там, что вы можете использовать на работу и так далее. И таким образом, давайте это дело суммируем. Итак, свободная энергия – это энергия системы в контакте с термостатом. Это то изменение, чего равно работе. В запнутой системе изменение энергии равняется работе. А в системе в контакте с термостатом изменение свободной энергии равно работе. И это та энергия, которую мы свободны использовать на работу, поддерживая постоянную температуру. И, соответственно, теперь мы можем показать, что в этом случае максимум энтропии, в случае, когда система в контакте с термостатом, соответствует не минимуму энергии, а минимуму свободной энергии. Это простое упражнение, которое я сейчас не буду воспроизводить. Вот вы можете, так сказать, взять дифференциал свободной энергии и убедиться, что его экстремум, опять же, соответствует максимуму энтропии. Окей? Значит, в курсах термодинамики целых обычно 3-4 лекции тратятся на разные термодинамические потенциалы и разные способы совершения преобразования или жандры. Я хочу, чтобы вы просто помнили принципиальное место, которое заключается в том, что мы ввели термодинамику для экстенсивных величин, мы поставили первое начало термодинамики, оно про экстенсивную величину энергию и про закон ее сохранения. Мы ввели второе начало термодинамики, которое говорили, что существует экстремум другой экстенсивной величины энтропии, и одна из них выражается через другую некой выпуклой функцией. Но можно ввести производную одной из них по другой, и она будет интенсивная величина, но если мы хотим использовать эту интенсивную величину как независимую переменную, то мы должны совершить преобразование лежандра с нашей исходной функцией, которая была зависимость экстенсивной, как функция экстенсивной. Вот эта схема, которую я хочу, чтобы вы помнили, детали, я сейчас не хочу входить, я не читаю курс термодинамики, может быть, вам этого грубой картинки достаточно будет для остального, если в какой-то момент будет нет, вы будете возвращаться сюда и почитаете внимательно лекции. Я вам все-таки рассказываю это дело на одной ноге, и теперь я перехожу к статистической физике. Термодинамика закончена. Вся термодинамика для вас это следующее. Это феноменологическое описание, которое накладывает ограничения на поведение систем, исходя из свойств симметрии, то есть инвариантности по отношению к каким-то преобразованиям. Эта инвариантность, как правило, означает возможность ввести какой-то закон сохранения, и термодинамика находит величину, называя ее всякий раз энтропией, которая имеет максимум, экстремум. И дальше мы решаем любую проблему в термодинамике, сводя ее к базисной, а именно находим состояние равновесной системы, реализуя максимум энтропии. Закончили. Теперь статистическая физика. Теперь мы будем пытаться заглянуть внутрь и понять, как на самом деле устроена эта или другая система. Сразу все станет намного менее универсально, чем в термодинамике, но зато мы сразу сможем делать намного больше. Итак, сначала мы скажем. Давайте мы теперь попытаемся описать вероятность. Вот, предположим, у нас есть замкнутая система. Мы знаем эту систему. Мы знаем ее, может быть, не точно. Мы знаем ее, может быть, ее энергию, что она находится в неком интервале между Е0 и Е0 плюс дельта. Но мы знаем, что наша система находится только внутри этого интервала. И точно не вне его. То есть, вот ее энергия вон там. Мы, так сказать, люди реальные, мы никогда ее не знаем точно, но мы можем точно сказать, что она внутри какого-то интервала. Это наша погрешность измерения. Теперь слушайте, а что мы, собственно, можем сказать про вероятность находиться в разных состояниях, которые соответствуют вот такой вот полной энергии. У этой же системы много разных состояний. Например, это у нас есть газ. И у него могут быть у одних молекул такие энергии, у других такие энергии. Так что суммарная энергия, она зафиксирована. Мы говорим, ну мы не знаем, что там внутри. А система изолированная. Поэтому давай мы будем считать, что все ее состояния одинаково равновероятны. И скажем, что функция вероятности, она просто есть константа, которая есть единица. Это полная вероятность быть хоть где-либо. Разделить на объем вот этой самой области. У нас есть область. Для каждой системы она будет своя. Есть какой-то такой вот в пространстве наших всех возможных конфигураций. Есть некий слой, который соответствует вот этим вот энергиям. И у этого слоя есть объем. Вот мы считаем, что мы с равной вероятностью можем находиться внутри этого объема. Проинтегрировались ли по объему, мы должны умножить на этот объем и получить единицу. Ну, хорошо, чудненько. Это как бы вероятность. А какое нарушение имеет к термодинамике? То есть здесь, в этом описании замкнутой системы, фигурирует только одна величина, а именно объем фазового пространства. То есть полное количество состояний, грубо говоря, которые там находятся внутри. А какое нарушение имеет к термодинамике? Это требует гения, так сказать, это самое, значит, был гений, который написал вот такую формулу. Она написана, кстати, на его могиле. Если кто-нибудь будет в Вене, в Вене самое интересное это кладбище, конечно. Там на самом деле намного более, чем в нынешнем Вене, намного менее выдающихся людей, чем на кладбище. Так вот, это написано, там такой очень симпатичный монумент, это могила Больсмана, и на ней написана эта формула. С равняется логарифм гамма. Значит, он догадался, а потом продемонстрировал, что так оно и работает. Давайте посмотрим, как это работает. Действительно ли, вот если я возьму логарифм гамма, то это будет такая величина, которая будет достигать своего максимума в равновесном состоянии. Опять, давайте же возьмем нашу систему. Дело нехитрое, мы все время решаем одну и ту же задачку. Берем систему, состоящую из двух систем, один и два. И вообще говоря, у нас теперь фиксирована полная энергия, но энергии отдельных систем, конечно, не фиксированы. У системы один может быть энергия какая-то и, предположим, у нас есть дискретное состояние. Поскольку у меня точность определения дельта, то я, вообще говоря, должен взять свою, эту самую полную энергию и разделить ее на дельта. И это есть число возможных порций энергии. У меня может быть здесь ноль, здесь е, здесь может быть дельта, здесь е минус дельта, здесь может быть два дельта, здесь е минус три дельта. Это все мои возможные состояния, в каких моя система может находиться. Я хочу узнать, а какое состояние из них равновесно? Вот как бы вы сказали, какое из них равновесно? Когда здесь е пополам и здесь е пополам? Или когда здесь ноль, а здесь е? Или когда здесь 18 дельта, а здесь е минус 18 дельта? Скорее всего, одинаковая энергия. Это зависит от того, одинаковая ли эта система. У меня один и два, они вообще миры разные. Одна из них может быть, например, быть в три раза больше, чем другая. Я же ничего так... Я как-то нарисовал, Михаил, в следующий раз я нарисую, чтобы они были разные. Наверное, если объем в три раза больше, то и энергия должна в три раза больше. Но это как бы приближенная картина. Ну вот как-то так, наверное. Надо потребовать экстремума энергии. Мы уже научились. Я хочу вам напомнить, как мы это делали внутри термодинамики. Вот вспомните, вот здесь последняя формула, вот здесь. Мы взяли дифференциал энтропии и потребовали, чтобы он был ноль, то есть, чтобы никакие изменения энергии в первом порядке не вызывали изменения. У нас, по-моему, не тот слайд, потому что тут, наверное, в слайде нет формулы. А, вот сейчас есть. Это всегда занимает 10-13 секунд. Вот. Я хочу вам напомнить, как мы эту же задачу решили феноменологически в термодинамике. Вот эта последняя формула, видно сейчас ее, да? Да? Вот. Она нам говорит, ДС равняется разность обратных температур умножить на ДЕ. Поскольку для любого ДЕ это ДС должно быть равно нулю, значит, температуры должны равняться друг другу. Но температуры это производная энтропия по энергии. Мы должны сейчас сделать то же самое, но только уже на новом больсмановском языке. Давайте посмотрим, как это работает. Мы должны сказать, вот у меня есть такое, вот этот самый, и тут вообще говоря, эти самые гаммы, они все разные. То есть у меня есть, например, вот в этой сумме у меня N слагаемых, так? Первое слагаемое это гамма 1 от 0, гамма 2 от E. Второе слагаемое это гамма 1 от дельта, гамма 2 от E. Но они очень разные, да? То есть понятно, что гамма, а он вообще говоря, есть растущая функция от энергии, правда? Если у меня энергия 0, то у меня там как бы мало таких состояний. А если у меня энергия больше, там, наверное, много таких состояний. Поэтому я должен спросить себя, а есть ли тут в этой сумме какой-то самый большой член? Давайте, как всегда, потребуем, чтобы производная была равна нулю. Возьмем вот эту штуку и продифференцируем ее по этим самым, по энергии. Итак, если я возьму теперь вот здесь и потребую, чтобы один из этих членов соответствовал максимуму, то есть чтобы при варьировании вот этой вот энергии, то есть добавление сюда дельты или отнимание сюда дельты у меня бы не происходило никаких изменений. Таким образом, я увижу, что условие того, что этот член максимален, оно такое. Производная гамма 1 по его энергии это самое, значит, умножить на гамма 2 и производная гамма 2 по ее энергии умножить на гамма 1. Это же произведение, правда? Ну, соответственно, это производная, поскольку я уже определил, что такое гамма и как она связана с энтропией, правда? Гамма – это E в степени S. S – это логарифм гамма, да? Соответственно, это производная, это производная энтропии умножить на само гамма. Это же экспоненты, правда? Гамма есть E в степени S, поэтому производная, а от него по энергии, это и есть сама экспонента, умножить на производную энергии по этому самому. И таким образом я опять выражаю эти производные через разницу, но в этот раз уже не обратных, а просто температур, правда? И я вижу, что максимальный член в этой сумме соответствует такому распределению энергии, при котором производная энтропии первой подсистемы по ее энергии равняется производной второй энтропии по ее энергии. Системы могут быть неидентичными, у них должны быть идентичные производные, тогда это будет максимальный член. Так вот, этот максимальный член и есть равновесие. И теперь мы видим, что нам Больсман объясняет, в чем смысл равновесия. Это просто равновесие соответствует максимальному фазовому объему. То есть, есть возможное разное состояние системы, но вот тот способ раздела энергии между двумя, которые соответствуют самому большому члену в этой сумме, это тот способ, который соответствует максимальной вероятности. Потому что вероятность, она есть пропорциональный объем, грубо говоря. Если я с равной вероятностью бываю в любом состоянии, то то, где больше всего состояний, там я и бываю больше всего с самой большой вероятностью. Окей? Опять, это вы все учили, это вы все видели в каком-то том или ином виде. Просто я хочу, чтобы понятно стало, Что я делаю то же самое, только теперь на микроскопическом языке. И благодаря нему я теперь понимаю вероятностный смысл своего второго начала термодинамики, которого до этого для меня была чистая феноменология. Он мне говорит, равновесное состояние это такое, где равны производные энтропии по энергии или энергии по энтропии этих двух систем. Системы могут быть очень разные. Это может быть вода, это может быть воздух. У них очень разная зависимость энтропии от энергии. В равновесии их температуры должны быть равны, потому что они могут обмениваться теплом между собой. Таким образом мы получили микроканоническое распределение, которое есть утверждение того, что все состояния системы равновероятны. И мы обнаружили, что система будет находиться в равновесии в таких состояниях, которых больше всего. То есть вот когда здесь будет такая температура, такая же, как и здесь, так это будет самый большой вклад в эту сумму. Для маленьких систем это не очень хорошо работает, потому что другие члены, они могут быть сравнимы. Но для огромных термодинамических систем, которые здесь 23 молекул, этот член, который здесь самый большой, он намного больше всех астрологов. И соответственно, если мы возьмем логарифм гамма, который будет логарифм полной энтропии, то логарифм гамма-1 на логарифм гамма-2, тут будет сумма, и эти два, этот самый большой член и даст главный вклад. Это и будет энтропия первого плюс энтропия второго в равновесии. Но надо хорошо помнить, что это все применяется только к очень большим системам, в которых мы в этой сумме можем пренебречь всеми другими членами. Но еще раз мы возвращаемся к тому же, температура это производная, и в равновесии равенства температур это требование, чтобы полная производная равнялась нулю, и соответственно, производные этих двух систем равнялись друг другу, потому что они входят с разными знаками в полное изменение энтропии. Точно так же давление это производная энергии по объему, если система может двигать перегородку, то есть менять объем, то давление здесь и давление здесь должны равняться друг другу. Это то же самое, и должно то же самое у вас в голове всегда щелкать в этом месте должно одно и то же, что это утверждение про экстрему, это утверждение про какую-то производную, полную, равную нулю. Или про то, что производные в разных композитных частях равны друг другу. Равенство температур, равенство давления, равенство химических потенциалов – это условия экстремальности вероятности. Я хочу, чтобы это проникло в вас. Это кажется так естественным. Я взял градусник, сунул его подмышку, и, конечно, у градусника через некоторое время будет температура моей подмышки. Все, что вы видели за этим картинку. Самое вероятное состояние у градусника – это когда его температура равна моей подмышке. Но это не единственное состояние. Вообще говоря, его энергия флуктуирует. Но вот это самое вероятное. С подавляющей вероятностью, поскольку это большое макроскопическое тело. Тома, я не могу говорить, сейчас я лекцию читаю. Я тебе потом позвоню. Я извиняюсь, это самое. Как всегда, дочка звонит, надо ответить. Поэтому равновесное состояние – это состояние, в котором равны производные, потому что это соответствует максимуму вероятности. Окей? Микрокроническое распределение за 10 минут. Вот. Теперь дальше. Естественно, это все работает также и в дискретных системах. Но у нас и так была дискретная система. Я вам еще хочу привести пример, поскольку все немножечко абстрактно. Сейчас мы рассмотрим этот пример. И после этого пойдем на перерыв. Или вы уже отключаете, если вы хотите сейчас перерыв? Нет пока? Тут кто-то, кому-то нужно убегать, это в самом… Ребята, вам нужно убегать через сколько минут? Через 10, через 5? Нам нужно уходить, да, будет. Но давайте вот мы сейчас вот это вот… Хорошо, давайте тогда сейчас мы рассмотрим этот пример. Итак, этот пример, мы будем возвращаться к нему снова и снова. Для физиков это на самом деле будет там моделизинга, двухуровневые атомы. Для биологов это будут нейроны. В общем, это система, которая может быть в двух состояниях. Вот такая страшно простая вещь. Нейрон бывает в двух состояниях. Это очень сложное это самое, но у него есть два состояния. Или он пускает импульс, или он не пускает импульс. Или он fired, или non-fired. У спина может быть два состояния – вверх, вниз. А у логики может быть это самое два состояния – 0,1. Мы будем очень много работать с битами, поэтому для нас очень естественно рассматривать состояние. Ну, теперь давайте рассмотрим систему таких, то есть ансамбль таких вот этих самых систем. Итак, я скажу, что у нас их, этих самых, бывают уровни энергии 0 и ε. То есть, грубо говоря, каждая это самое может находиться в верхнем состоянии. Я припишу ему. У нейрона, в принципе, нет никакой энергии. Я скажу нет. Я буду считать, что когда нейрон у меня fired, у него энергия ε. Это просто как бы лейбл. Это просто как бы знак, значок. Или вы можете считать, что у вас это 0 и 1. И тогда я скажу, что у меня, соответственно, значит, если у меня из моих n-систем, l-систем находится в состоянии вверх, то, значит, у них энергия будет эта самая l на e, или число l, то есть систему, которая находится в верхнем состоянии, это полная энергия разделить на ε. Теперь я хочу вычислить свой фазовый объем. А именно, я хочу сказать, а сколько же есть возможных состояний из n моих спинов, у которых l торчит вверх. Это и будет фазовый объем, соответствующий энергии e. Правда? Энергия теперь, это просто количество спинов, торчащих вверх. Давайте сочетаем, сколько всего возможных способов распределить энергию l между n-спинами. Ну, разумеется, это биноминальная формула, которая говорит, это вот, вот это обозначение означает число способов выбрать из n l штук. Вот, каждый такой выбор будет соответствовать одной и той же энергии, то есть количество l спинов, торчащих вверх. Значит, я комбинаторики вас не обучаю, но если вам очень хочется, то вы можете это дело где-то там вспомнить. Значит, вот это вот формула, которая говорит, сколько способов выбрать из n l. Да, из этих самых. Надо взять n факториал, это все число возможных перестановок n-ов, и разделить его на все число возможных перестановок внутри l, и все возможное число перестановок внутри n-3. То есть вот у меня есть l-систем в верхнем состоянии, n-l-систем в нижнем состоянии. Они все для меня идентичные, да? Вот. А это просто число возможных перестановок. Поэтому полное число возможных выборов, это из этого числа, его нужно уменьшить вот во столько раз. Да? Значит, вы эту формулу учили, если не учили, самое, называется формула бинамиальных коэффициентов. Вот. Значит. И, соответственно, она мне дает ответ. Вот такое число способов, такой фазовый объем этой системы, такова зависимость гаммы от l, теперь моя l-энергия. А если я хочу иметь энтропию, то, как нас учил Больцман, я должен взять логарифм гаммы. Дальше существует формула стирлинга, вот, которая здесь написана жирным, что если у меня n и l очень большие числа, то логарифм n факториала, это, грубо говоря, n логарифм n. Да? Ну, то есть, как бы, n, оно растет, это сам, n факториал растет с n чуть-чуть быстрее, чем экспоненциальным. Поэтому его логарифм растет чуть-чуть быстрее, чем линейный. n логарифм n. Поэтому, если я теперь возьму логарифм вот этого, минус логарифм вот этого, минус логарифм вот этого, и каждый из этих логарифмов заменен на эту формулу, я получу вот такую замечательную формулу. Это ответ. Это фундаментальное соотношение, зависимость энтропии от энергии, которые я получил путем развития статистической физики для этой системы. То есть я знаю природу моей системы, она состоит из двух уровней объектов. Эти объекты могут быть в состоянии вверх и в состоянии вниз. И я, назвав энергией количество тех, которые вверх, поскольку они не взаимодействуют, это количество не меняется пока еще, я получил фундаментальное соотношение. В чистом виде, вот она формула. Давайте нарисуем его. И тут нас ждут невероятные сюрпризы. Итак, вот сейчас вот эту формулу, которая здесь нарисована, я ее рисую. Во-первых, соответственно, у меня S зависит от L, а L, она, энергия у меня меняется от нуля, то есть может быть ноль этих самых в состоянии, вверх до N, ну или энергия меняется до N умножить на E, правда? Хорошо, давайте предположим, что L равно нулю. Чему равна энтропия тогда? Значит, здесь L равняется нулю, логарифм единицы – ноль. Здесь мы видим, что L равняется нулю, оно фактором тоже является нулю. И так мы получаем вот эту точку. То есть энтропия при L равняется нулю, она равняется нулю, правда? То же самое, если у меня L равняется N, то есть все спины торчат вверх, все нейроны участвуют в слушании меня и в этом самом. Точно так же, если L равняется N, я могу убедиться, что в этих двух, эти оба члена сокращаются и дают мне обратную же энтропию нулю. Но это и понятно, потому что на самом деле состояние вверх и состояние вниз ничем друг от друга не отличаются. Я просто захотел их называть, что одно из них вверх, другое вниз. Я вполне могу их переназвать, правда? То есть совершенно очевидно, что кривая, которая здесь получается, это кривая, которая должна быть симметрична относительно N пополам, правда? Потому что если, так сказать, я переназову состояние верхнее с нижними, то у меня ничего от этого не изменится. Таким образом, я сейчас вижу, что как доктор прописал, S от E, так и выпуклая функция, настоящая физическая система, функция выпуклая. Отнюдь эта функция не монотонная. У нее производная энтропия по энергии, что есть обратная температура, положительна на этом интервале. И отрицательна на этом интервале. То есть увеличивая число систем, подсистем состоянии вверх до N пополам, я увеличиваю энтропию. А увеличивая его дальше после N пополам, я уменьшаю энтропию. Понятно? А максимальная энтропия у меня стоит вот это. Теперь, если вы помните, температура – это обратная производная энтропии по энергии. Чему она равна в этой точке? Производная энтропия по энергии равна нулю. Это максимум. А температура равна бесконечности. Теперь смотрите, как она проходит через бесконечность. Вот здесь она равна нулю, потому что здесь DS по DE бесконечность, а, соответственно, температура равна нулю. Эта температура от нуля растет, растет, растет. Помните, это же обратная производная. Моя производная положительна, но она падает. Производная падает, температура растет. Это же DS по DE, да? Потом она падает, потом эта температура растет до плюс бесконечности. И потом она переходит в минус бесконечность. Потому что здесь она уже отрицательная, правда? И дальше она от минус бесконечности двигается себе дальше, пока не дойдет до минус нуля, как любят говорить математики. На самом деле, эта штука описывает лазер. И вот эта сатистальной температурой отписывает ее инверсной заселенностью. То есть это когда у вас в этом верхнем состоянии находится больше, чем в нижнем, тогда система очень хочет, на самом деле, попасть сюда. И тогда лазер излучает. И это, на самом деле, недостабильность стоит. Я не хочу входить в эти детали. Я хочу сказать, что я вам показал систему. Абсолютно легитимную. Страшно просто устроенную. Которую мы микроскопически знаем. Мы в одну строчку написали ее фазовый объем как функцию ее энергии. То есть число этих самых атомов на верхнем уровне. Обнаружили, что она не манатонная функция. И ничего. Так оно бывает. То же самое, например, когда это речь идет про спины, то вот нахождение на этой кривой это означает, что у вас есть спины, которые смотрят против магнитного поля. Да, бывает. После этого система обычно переворачивается обратно. Окей? То есть вот этот пример, который показывает, во-первых, технически я рассмотрел замкнутую систему, использовал микроканоническое распределение, то есть считаю, что в любом состоянии она может быть с одинаковой вероятностью. Посчитал ее фазовый объем, взял его логарифм, и я теперь имею ее фундаментальное соотношение, то есть зависимость ее энтропии от ее энергии. Перерыв. Или закончить за 40 минут? Да. За 35 минут я могу закончить, или сделать сейчас перерыв на 5 минут, а потом за полчаса закончить? Ну, мне, в принципе, не обязательство. Так, кто-то хочет сейчас перерыв? Кто-то помирает совсем? Можно 5 минут перерыв, пожалуйста? 5 минут перерыв, через 5 минут возвращаемся. Окей. Так. Окей. Хорошо. Все. Перерыв. Я тогда на 5 минут тоже сбегаю. Так. Потом. Так. Потом. Okay. Было. Спасибо. 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 Как же эта штука работает, чтобы ее можно было... Совершенно непонятно. Окей. Нас становится меньше, что у меня получилось. Несколько разных кодов меня... Так. Вот. Окей. Так. Вернулись. Можно продолжать? Да, я думаю. Меня слышно? Это сама. Так. Хорошо. Значит, итак, вот эта система, она очень простая и, тем не менее, оказалась довольно нетривиальной. Она демонстрирует нам состояние с положительной соответствительной температурой, а главное, она показывает, как на самом деле, более-менее напрямую вычисляются энтропия для всякой данной системы. Это, как правило, просто упражнение в комбинаторике. Надо просто сосчитать, сколько разных этих самых... Вот. И, соответственно, теперь я хочу вам, кроме микроканонического распределения, а именно то, что было для замкнутой системы, напомнить, как устроено каноническое распределение, то есть каково, собственно, распределение вероятностей разных состояний системы. Вот она здесь изображена как Е, которая находится внутри другой большой огромной системы, которая называется термостат. Теперь мы, как мы раньше делали для нее термодинамику, точно так же мы можем делать для нее статистику. Можно сказать, что теперь у меня, конечно, энергия моей системы не фиксирована. Она может функцировать, потому что моя система обменивается энергией с термостатом. Она может отдавать и получать энергию термомостату. Вот. И, соответственно, мы должны сказать себе, какова должна быть вероятность найти систему в каком-либо состоянии с данной энергией. Теперь у меня энергия разная. Я должен спросить, какова будет вероятность найти систему в состоянии с данной энергией. Естественное предположение, что эта вероятность должна быть опять пропорциональна в каком-то смысле фазовому объему. То есть число возможных составов. Фазовый объем это всегда, хотя слово объем немножечко как бы напоминает что-то непрерывное, но оно всегда про дискретную величину. Это число возможных состояний. Но в данном случае это число возможных состояний термостата. Потому что теперь термостат это то, которое определяет, сколько, сколькими разными способами я могу моей системой отнять или добавить энергию. И конечно у термостата это состояние огромное, но меня интересует не само число этих состояний, а его изменение при изменении энергии. Потому что конечно же, меня будет интересовать, каким образом эта штука, вероятность, которая пропорциональна фазовому объему термостата, у которого энергия есть полная энергия минус моя энергия от моей системы, как она меняется с Аль-Е. Тогда я запишу мой фазовый объем как экспоненту от энтропии, как нас Больсман научил. И теперь я должен взять энтропию термостата как функцию разности так сказать, Е0 и Е. Вот столько, такова энергия у термостата, она меньше на энергию моей системы, и это его энтропия. И теперь я предположу, что это Е много меньше, чем Е0, поскольку моя система маленькая подсистема большого термостата, и просто разложу. Значит, соответственно, я возьму значение в точке 0 и умножу на производную энергию по производной энтропии по энергии, которая есть обратная температура, мы это уже выучили, и, соответственно, умножу на минус Е, потому что смещение минус Е. Таким образом, вероятность будет экспоненциально зависеть от энергии, и коэффициентом будет являться температура. Заметьте, что от термостата больше ничего не осталось, кроме температуры. От термостата в эту формулу, опять, пока термостат большой, да, входит только производная энтропия термостата по его энергии, что есть его температура, что есть также и температура. Моя система, у них же одинаковая температура, они в она висит. Вот. Таким образом, у меня получилась функция вероятности. Это есть то, что мы называем каноническое распределение. Вероятность найти систему в состоянии с определенной энергией экспоненциально зависит от ее энергии. И теперь, соответственно, я должен сказать опять, как мы это делали для микроканонического распределения, а как мне связать вот эту самую вероятность с энтропией. Вот. То есть, вообще говоря, энтропия должна быть, как нас учил Бойсман, логарифм фазового объема вот в этом состоянии. Да, но я могу, теперь у меня этот фазовый объем зависит от энергии, а энергия флуктуирует. Вот величина, она флуктуирует. Это ее функция распределения вероятности. Если я буду вычислять S, я должен ее вычислить при средней энергии, то есть, просто подставить сюда среднюю энергию. Или я должен взять логарифм вероятности и уже его весь усреднить. Еще раз, вопрос, который я сейчас задаю, это такой. У меня есть вероятность, которая есть фазовый объем. Этот фазовый объем есть функция энергии. Я могу его логарифм, то есть, энтропию, просто взять значение средней энергии или взять среднее значение этой вероятности. Ответ. Ответ будет тот же самый. И это на самом деле как раз значит, что мы правильно выбрали вот эту формулу. То есть, они термодинамически совпадают. Давайте посмотрим, что же я получу, выразив теперь энтропию моей системы. Не энтропию термостата S0, которая уже исчезла, она только нормализационный фактор. А саму энтропию моей системы, как она выражается через эту функцию распределения. Я возьму или логарифм вот этот, или логарифм вот этот. Как я вычислил логарифм? Вот эти скобки, это означает среднее. Это означает, я должен взять вероятность данного состояния А. Это состояние данной энергии. Каждый логарифм просуммировать с его собственной вероятностью. Ну, у меня формула для W и есть. Вот она. W и есть вот эта вот экспонент. Вот тогда логарифм ее есть вот это, а тут стоит сама вероятность. Если я возьму вот эту сумму, это средняя энергия. Это сумма по возможным энергиям, каждая взятая со своей вероятностью. Правда? Значит, вот это вот, то, что здесь стоит, даст мне сюда просто энергию. Так? А это просто число. Поэтому сумма вероятности даст единицу. И оно сюда войдет, логарифм Z. Так? И вот теперь, посмотрев сюда, я вижу, что на самом деле у меня получается энтропия, которая выражается через вот этот вот нормировочный фактор, который называется, по-русски, по-моему, статистическая сумма. Да? Потому что он есть просто нормировка. Если я просуммирую W по всем возможным состояниям, должна получиться единица. Поэтому Z это есть просто сумма вот этих вот всех экспонентов. Так? Но с другой стороны, я же знаю, что моя энтропия должна выражаться как энергия минус свободная энергия разделить на температуру. Помните откуда? Свободная энергия есть E минус TS. Соответственно, S есть E минус F разделить на T. Это мне дает связь своей статистической моей статистической суммы с моей свободной энергией. Поскольку мы знаем, что в микроканоническом, что в каноническом случае, то есть, когда я рассматриваю систему в контакте с термостатом, правильный термодинамический потенциал, который ее описывает наиболее экономным образом, это свободная энергия. И поэтому в этом месте связь статистики с термодинамикой осуществляется вот этой формулы. Логарифм Z равняется минус F на T. Видите, тут E на T, тут E на T, тут логарифм Z, это есть минус F на T. Она также эквивалентно выражается через энтропию, но мы знаем, что энтропия это неудобная функция для определения в системе контакта с термостатом, а вот свободная энергия это удобная, потому что она функция температуры. Так вот, свободная энергия это есть минус T логарифм Z. Она выражается через вот этот нормировочный фактор. Вот это вся статфизика, как она относится к термодинамике. Статистическое распределение относится к термодинамике с помощью этой формулы, в которой нормировочный фактор выражает свободную энергия. А теперь я хочу сказать, что в принципе я могу получить вот это распределение не путем как бы я его получил как будто бы из микроканонического. То есть я опять использовал ту идею, что максимум вероятности должен соответствовать этому. А я могу его получить буквально требуя максимум энтропии. Но теперь я должен сказать, что в моем случае зафиксирована средняя энергия. То есть я должен потребовать экстремума энтропии при фиксировании средней энергии. Это делается методом так называемых неопределенных множителей Лагранжа. Вас это научили когда-нибудь там в не знаю в механике или в математике. Если вы ищете экстремум какой-то функции при каком-то условии. То, что вы должны сделать, вы должны составить их сумму или разность. То есть ввести сюда какой-то неопределенный коэффициент и потребовать экстремума вот такой величины. То есть я ищу сейчас функцию вероятности такую, которая даст мне экстремум такой функции. Соответственно, если я проварьирую вот это выражение, то у меня получится вот это распределение. То есть можно доказать, что вот это распределение оно соответствует вот этой формуле. Я, к сожалению, его не написал, потому что я не собирался это делать детально. Но я, если вы еще со мной и не потерялись, то я вам могу это дело сейчас просто показать, как говорят, на местность. То есть вместо S я подставляю сюда вот эту формулу, а вместо E я подставляю вот эту формулу. Это же средняя энергия, правда? И теперь дифференцирую это по W. Тогда у меня получится при дифференцировании вот этого, когда я при дифференцировании получится логарифм, а при дифференцировании энергии у меня когда я при дифференцироваю вот это по W у меня получится E. У меня получится логарифм W плюс β E равняется нулю. Это означает, что W есть экспонент от энергии. Так эта формула получается путем дифференцирования вот этого выражения, где S это вот это, а E это вот это. Это то, что мы получаем теперь может быть последняя вещь, вот, это я хочу обсудить, насколько статистические распределения эквивалентны друг к другу. Вот мы постоянно повторяем в термодинамике, и у многих студентов сохранилось это в голове, что все описания эквивалентны. или, как говорят, эквивалентность ансамблей. Есть такое вот заклинание. Значит, на самом деле, конечно же, мы видим, что эти функции распределения совершенно неэквивалентны. Микроканоническая функция распределения, где она тут у меня, вот она, она говорит, что вероятность найти систему в любом состоянии, она одна и та же, какое бы ни было состояние. Она это описывает систему, у которой зафиксирована энергия. Теперь, каноническое распределение абсолютно другое. оно мне говорит, вероятность найти систему в одном состоянии, у которого энергия е, экспоненциально убывает с этой ростом энергии. И это распределение описывает мне вероятности разных значений энергии, потому что в этой системе энергия флуктуирует. Поэтому я хочу подчеркнуть очень важную вещь, которая почему-то терминологически очень часто выпадает, а именно, что, конечно же, различные описания, они относятся к разным физическим системам, и они поэтому совершенно неэквивалентны. У замкнутой системы энергия не флуктуирует, а есть разные состояния, и они все соответствуют этой энергии, и у них у всех одинаковая вероятность. Когда эту же систему мы возьмем и поместим в термостат, у нее энергия начнет флуктуировать, и у меня, естественно, каждое состояние будет иметь разную вероятность, и зависимость этого от энергии будет экспоненциальной. теперь, когда-то, когда мы в наш институт принимали людей, устраивая собеседование, то мы обычно задавали такой вопрос, а что же это говорит, что самая большая вероятность, когда энергия равна нулю, вот у этой моей подсистемы в термостате, Тимуре, Екатерина, это вам вопрос. Значит, вот я смотрю на распределение гипса, вот это распределение гипса, вероятность найти систему в неком состоянии пропорциональной экспоненте от минус энергии этого состояния. Чем больше энергии, тем эта вероятность меньше. Значит ли это, что я с подавляющей вероятностью найду мою систему внутри термостата с энергией равной нулю, или нет? Ну, у нас же чуть-чуть температура, по-моему, тут присутствует. Температура задана, вот она тут стоит в этой форме. Температура мне показывает, как быстро убывает с ростом энергии эта вероятность. Но, есть ли это вероятность моей системе иметь эту энергию? Так там, гэп какой-то есть, то есть там энергия не нулевая, какая-нибудь небольшая, маленькая, и вот она будет более вероятна, чем нулевая? Нет. На самом деле эта вероятность, не есть вероятность иметь энергию Е. Эта вероятность находиться в одном состоянии с энергией Е. А вероятность иметь энергию Е нужно взять вероятность этого одного состояния и умножить на полное число всех состояний, которые имеют энергию Е. Так вот, вероятность одного состояния очень быстро и экспоненциально падает с энергией. Но число таких состояний, которые соответствуют данной энергии, очень быстро растет с энергией. Это же просто фазовый объем. И он обычно растущая функция энергии. Поэтому вероятность иметь данную энергию есть произведение двух функций. Одна быстро растущая, а другая вот это экспонентно, быстро убывающая. И поэтому существует некоторая энергия, равная температуре, которая есть наиболее вероятное значение просто энергии. И она, конечно, не равна нулю, а равна, как правило, температуре. Понятно? То есть я хочу, чтобы в этом смысле было понятно, про что есть распределение гипса. Распределение гипса – это не есть вероятность иметь данную энергию. Это вероятность находиться в данном состоянии с этой энергией. А число таких состояний растет с ростом энергии. Окей? Вот. Не обязательно записывать, между прочим. Вот. Я на самом деле, в принципе, многим людям нужно записывать, потому что, когда человек записывает, он лучше запоминает. то есть вы это дело как бы, как говорят, internalize. Вы делаете это своим, присваиваете это себе. С другой стороны, когда вы записываете, вы отвлекаетесь. То есть вы не смотрите на меня, там, вы... На самом деле, причина, по которой я сейчас перед вами говорю, а не говорю, почитайте мои лекции, там все написано. Вот. Это потому, что я на самом деле передаю информацию не только слова. Я передаю еще ее гримасами, там, я не знаю, тембром голоса, там, то есть люди, мы же живые существа, да? Особенно то, что я передаю, что важнее, что менее важно, да? Поэтому, в общем, время от времени, по-моему, все записано. У вас есть, будут мои слайды, у вас будут мои, это самое, и имеются мои эти. Поэтому, может быть, иногда нужно отвлекаться от записи и смотреть сюда. Так? Теперь... Да, я просто не все записываю, записываю только то, что мне кажется наиболее важным, то есть, чтобы усвоить какую-то одну важную мысль. Более, вот, ну, то есть не все. Правильно. Но у меня так же, да. И еще, вы, когда что-то записываете, вы еще, может быть, себе делаете отметки, что вам кажется не очень, вам хочется подумать, потому что у вас есть еще одна опция, а именно задать мне вопрос по e-mail потом. Да? Ну, и на следующей реакции тоже, конечно, но по e-mail. Так? Значит, и так я еще раз хочу подчеркнуть, что микроканоническое распределение, то есть существует иерархия в статистике. В термодинамике мы описываем только средние величины. Средние величины, они абсолютно одинаковые, как бы, эквивалентные описания. Как, кстати говоря, мы бы показали эквивалентность термодинамики с точки зрения канонической и микроканонической. Это нетривиально. Я хочу, чтобы вот это место, это будет, наверное, последнее, что я сейчас расскажу. Вот как вы, как экспериментатор, хотите доказать, что на самом деле мое термодинамическое, ваше термодинамическое описание вашей системы как замкнутой и как в контакте с термостатом эквивалентно. Что это значит? Делается это вот так. Вот это здесь вот написано у меня, вот, что-то я своего курса уже не говорил, вот здесь, мелким шрифтом. Зря я перескочил. Значит, представьте себе, что у вас есть изолированная система, она существует при энергии Е. И вы знаете эту ее энергию, вы знаете, при каком состоянии она существует. Вы можете, зная ее фундаментальное соотношение, то есть связь энтропии и энергии, поменять немножечко энергию и посмотреть на изменение энтропии. Тем самым вы измерите или вычислите температуру, которая понимается здесь, для изолированной системы, как производная энергии по энтропии. Взяли изолированную систему, знаем у нее зависимость энергии от энтропии, вычислили производную. Теперь, приготовили термостат, у которого температура в точности равна этой производной. Взяли нашу изолированную систему, привели в контакт с этим термостатом. Ее энергия начала флуктуировать, она в контакте с термостатом, но ее средняя энергия осталась той же, какой она была. Вот это термодинамическая эквивалентность микроканонического и канонического. Окей? Давайте еще раз посмотрим эту процедуру. Несмотря на ее простоту, она страшно как бы очень хорошо показывает, о чем речь идет. Итак, у меня есть изолированная система. В этой изолированной системе у меня есть энтропия и энергия, и мне известна одна функция другого. Эмпирически или аналитически, или компьютерно. Я могу, соответственно, вычислить производную энергии по энтропии или измерить ее. После этого я могу приготовить термостат при температуре, равной этой производной, и в этом термостате средняя энергия моей системы, когда я ее засуну туда, будет та же, что была ее энергия до того, как я ее засунул в термостат. Понятно? Да, разве этого достаточно для эквивалентности? Вот эта средняя энергия равна. Это и есть определение эквивалентности. Это означает, что температура, определенная через термостат, это та же температура, которую вы вычислите в замкнутой системе без всякого термостата, просто вычислив производную энергии по энтропии. Вот в этом эквивалентность, понимаете? Что каким бы способом вы это дело не делали, там или тут, ответ будет один и тот же. Производная энергии по энтропии в замкнутой системе это то же самое, что температура термостата, в котором ваша система имеет ту же среднюю энергию. Вот. Вот это операционное определение. Я хочу, чтобы вы очень, я все время подчеркиваю, чтобы вы на это дело смотрели, задавая себе вопрос, как я бы это делал. Вот я вам сейчас описываю, как вы бы это делали. Понимаете? То есть, что на самом деле вы бы вот так вот, совершая такие манипуляции, доказывали бы, понимаете, потому что вы завтра будете делать эти вещи для новых систем, для которых их никто не делал. Понимаете? И у вас будет возможность иметь дело с этой системой в каком-то смысле, как с изолированной системой, или в каком-то смысле, как система, которая находится, которая есть под систему другой большой системы. Температура в первом смысле должна быть такая же, как температура во втором, и энергии должны быть тоже такие же. Вот. Значит, я хочу на этом месте сейчас закончить. Я на самом деле очень много вам сегодня чего рассказал. на самом деле вы получили огромное количество информации, если можно так сказать, хотя мы еще не определили ее. Значит, я вам советую сейчас почитать соответствующие лекции до этого места. Вот. и четверг мы продолжим. Окей? Спасибо большое. Всего счастливого, До свидания. До свидания. Да, до свидания. Все. Выключаем. Выключаем. Стоп-рекординг. Продолжение следует... Продолжение следует...